Вполне вероятно, я ее буду отдельно заливать на YouTube. Мы сейчас посмотрим полуфинал и финальный матч турнира, который проходит на goodgame.ru. Это третий специальный турнир Warcraft 3 Live Cup, который, если помните, был организован силами энтузиастов на Good Game, после того, как закончилась серия турниров Hero Cup, внезапно, к сожалению. На этот турнир очень много людей поддержало его. Rusbrain закинул соточку, Lazy Cloud, 2000, Top Undead, 1600 из UAL, Dancing Elf, Izzard, Capsule, 100, Unknown, Uru, еще и еще. Короче, призовой фонд составляет на данный момент 18 тысяч рублей. Это привело к тому, что среди участников есть такие замечательные игроки, как Happy, Focus, Lucifer, Foggy, Sonic, They Call Me, Imba, Havk, Cash, Hla и дальше по списку. По рейтингу я по убыванию рейтинга перечисляю. На данный момент остались Happy, Lucifer в первом полуфинале и Foggy против Focus. У нас традиционно сильные игроки. Happy, замечательный император из России, Undead, играет против Lucifer, корейца. А Foggy, украинский эльф против Focus, тоже корейца. То есть... Будет заруба. Будет заруба. И тут такой YouTube на E3 даже банил тех, кому давалось официальное разрешение стримить E3. А у них, скорее всего, автоматическая система срабатывает просто и все. Пора включать второй канал. Я говорил, что это нарушение. Да, да. О, Ленив, привет. Старичок. Так, подчеркал Foggy Echo Isles. Last Refuge Focus вычеркнул. Дальше у нас Plandrysle, видимо, да? В мэппуле есть, раз вычеркнул Foggy PI. Не знаю, какая еще карта подходит под эту аббревиатуру. Зачем корейцам 18 тысяч рублей? Ну, для онлайн-турнира это хорошо. То есть корейцы абсолютно спокойно участвуют в онлайн-турнирах, где там от 100 баксов за первое место и выше. Тем более, что на GG они участвуют регулярно. То есть весь процесс там с регистрацией, с выводом средств. Они уже все знают, что делать. Поэтому нет никаких проблем. Нет, на ютубе стрима нет. Labs32. Сейчас я уточню по поводу полуфиналов. У судьи. Обычно все турниры, которые наши организуют, они делают по системе, позволяющей насладиться, так скажем. Так, там уже... Хотя, слушайте, я вижу, что и Хэппи начинает. Да, и Димон говорит, параллельно жаль. Увы, увы. Учитывая то, что... Ну, в принципе, стримит и Хэппи, и Фоги. То есть если вы хотите посмотреть какой-то конкретный матч, то, наверное, лучше... Да, обос... Там Андет Мирор и два корейца в позднее время. Обосновывают это тем, что в Корее уже за полныча получается и поздновато им. Увы. Ну, я думаю, мы не будем смотреть Хэппича. Потому что, во-первых, там Андетовский Мирор. Во-вторых, Хэппич стримит. И если вы хотите понаблюдать за успехами Императора, вы абсолютно спокойно можете зайти на GoodGame.ru. И посмотреть игры от его лица. Патч видел новый? Видел. Мельком, на самом деле. Частично посмотрел трансляцию Пуха, который разбирал детально этот патч. ТРТМ. Пил в Эхэлл СТС ЛР... Я понял, да. Маппул, я понял. Так что будем смотреть с вами полуфинал Фоги Фокус. И, соответственно, финал победитель с победителем пары Хэппи Люд Сфер. Надеюсь, конечно, что Хэппич справится. Голосование сделаешь. Смотреть? Нет, не буду я этого делать. Чакром на Т2, Сова по дефолту. Да, да, да. Хантрески, конечно, обретают новую жизнь на втором тире. Потому что реально у котов не было будущего после Т1. Это очень хорошее изменение, потому что совы... Ну, вообще логично для того, чтобы сбалансировать игру, нужно... В идеале, конечно, ты берешь просто... На каждую из обилок вешаешь метку. По-хорошему, если мы говорим об аналитике, если мы говорим о метриках. Смотришь, что пользуется популярностью, что не пользуется популярностью. И на основе статистических данных, большого объема статистических данных, ты делаешь вывод, что, например, совы мало юзаются. Ты можешь их сделать более юзабельными, разными способами. Удешевив апгрейд, или сделав его по умолчанию доступным. Ну, я уверен, что Близзы так не делают, потому что Warcraft игра достаточно древняя, аналитика это... Не то, о чем они заморачивались. Вот. Но даже не подготовленный... Ну, не очень профессиональный игрок может сказать, что совы у Huntress это крайне непопулярный апгрейд. Крайне непопулярный. На протяжении долгого промежутка времени практически никогда не пользовались, за редкими исключениями, там, когда Moon играл катами на ЛТ вплоть до Т3 с соответствующими грыдами с потмой. Вот. А так, в принципе, будет какое-никакое продолжение, и самое главное, контроль карты на Т2. То есть вы переходите в Т2 с каким-то количеством котов. Неважно, против кого вы играете. Есть, в общем-то, почти против всех раз варианты старта с одним бараком и Huntress Hall, соответственно, с котами, и выходом в Т2. Там, в Дриатли, в Медведе ли, либо даже переход в Талонов. Такое бывает в матчапе против Орка. Бывало, по крайней мере. Вот, и так получается, у вас есть возможность Huntress сделать еще более сильными за счет грейда на Чакрумы, чтобы там третий отскок появился. И у вас появляется еще дополнительная разведка за счет того, что коты теперь, да, могут на халяву просто, просто на халяву вешать сов. Бетон на Т2. Да, бетон на Т2 это уже тоже много-много обсуждали, но я не профессионал, не аналитик. Просто прихожу в Оркафт посмотреть. Посмотрим, к чему это приведет. Не, на самом деле я, конечно, скромничаю. По-хорошему нужно достать патч-ноуты и по пунктам, и его разобрать. И посмотреть, предположить, по крайней мере, как это скажется на мэтчапы, самый разнообразный. Потому что мы знаем, что есть определенный набор стратегий. Он весьма ограничен сейчас против каждого из мэтчапов. И можно с хорошей долей вероятности предположить, как он поменяется, учитывая те изменения, которые произошли. Патч уже вышел? Нет, нет, нет. Патч даже на ПТР его, насколько я понимаю, нет. Что там все ливаю? Да, я тоже ливаю. Сейчас посмотрю, что судья напередает. Может, не та карта, может быть, еще что-то. Зачем забирать хлеб аналитики у Пуха? Действительно, зачем? Помню, Хэппи хотел вообще бетон убрать нафиг. Как у него... Не, ну если, конечно, слушать определенного игрока, который длительное время играет за одну и ту же расу, то можно наломать, конечно, дров. Я согласен убрать бетон у орков, если зигураты будут с тяжелым типом брони, например, как борусы. Сочетаю это честным абсолютно. А, все. Так, заходим снова в игру. Де Торос, привет. Судя по количеству бафов для андыды, кто-то много слушал Хэппи. Я не берусь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Что-то не понял, а что тогда орка на Т3? Привет, флэш-шитер. Видимо, хаста не поменяли, потому что перед тем, как стартануть, видите, идут еще пинги, смотрят у кого какой пинг, и приблизительно должно быть одинаково, чтобы все были в равных условиях. Суть изменений коротко в том, что будет баф на-то все непопулярное, и по нерфам на все популярное. Угу. Там одни дебафы для андеда. А есть ли про геймерские страты, которые бы предусматривали лучниц на гиппосов? Такое не используется уже достаточно давно, но я помню, что тот же самый ход прекрасно просто и против того же самого орка, насколько я помню, и, возможно, против андеда использовал как раз арчей на старте, переход в Т2 с гиппосами и с киппер. Как кажется, там киппер фигурировал в большинстве стратегий. Еще был замечательный игрок, который только играл в гиппогриф рейдеров, российский игрок. Но я, к сожалению, не помню его никнейм. Он был среднего уровня, но мог, в общем-то, кого-то ушатать. Блин, кто же это был-то, а? Кто-кто-кто-кто-кто? Пингвинобосс, привет. Может быть, кто-то подскажет. Фогги сказал, гиппарчи могут заиграть теперь. А там сделали бесплатному грей, да? Не-не-не, пальто. Я в гиппогриф арчеров играл, но не... Скорее, фанат талонов был под конец. Грейд же сразу есть. Но проблема не в грейде, на самом деле, с гиппогриф райдерами. То есть, отмена грейда... Он там стоит 75-75, если мне память не изменяет. Там самое главное — это тайминги. То есть, ты очень быстро можешь получить большое количество летающих юнитов с хорошим ДПС. То есть, насколько я помню, урон у гиппогриф арчер... Ну, рейдеров, соответственно, такой же, как у арчи 16-17. Но скорость атаки у него типа 0,8 секунд, что ли. То есть, они по ДПС возрастают вдвое, чем обычная арчер. Не-не-никер. Нет, точно не никер. Там был экзотичный весьма никнейм. Запили на ютубе стрим. Не, не могу, к сожалению, после вчерашнего футбола нам на три месяца ютуб наложил ограничения на трансляции. Поэтому будем смотреть только на GoodGaming и на Твиче. Получается, будет стрим полуфинала и финала потом. Может, в Фае? Не знаю, что будет потом. Кто-то там пингует, зачем-то отвлекает. Короче, начинается первая игра. У нас фокус с Блэйдмастером. И, конечно же, Фогич под никнеймом SKHOT. Играет через Диму, через Барак и Криппинг лагерь наемников. В общем, все по классике. Приятная, конечно, точка. Блэйд побежал. Через один Бороуз играет фокус. Один Гранд без закупки Блэйдмастера. Чтоб побыстрее добежать. Тут просветка закупается как раз для того, чтобы... Ой, отлично. И разведывательный висп есть, что немаловажно. Он контролит просто, куда побежит Блэйд. То есть, надо светить, не надо светить. Сам тут великолепный. Один удар, Моноберн. Сразу двоих убивает Демон Хантер. Очень быстро собирает все это безобразие. На Тиренасе, конечно, Блэйдмастеру тоже весьма комфортно выбивать предметы. Вот он с первого Архмага и трех несчастных престов выбил себе уже когти. Плюс шесть урона и принялся уже за второго. Грамотно обузит тему с фрост армором. То есть, делает атаку, видимо, на престов, но не атакует, чтобы не затормозиться. Дожидается, когда маг скастует фрост армор и после этого опять бьет мага. Ну, чтобы не терять в скорости ни перемещения, ни скорости атаки. Так, Блэйд после того, как почистил двух Архмагов на центре, переключается на шамана лесных троллей. Здесь тоже... Ой, какой же здесь халявный артефакт, а? Причем он это без лавки сделал. То есть, он без лечения взял, закрепил фактически три точки, из которых выпали предметы ему. Очень классно. Дима тут продал ненужные предметы. Там был, кажется, Scroll of the Beast. И... А вот второй какой я не помню. Вроде как два раза дзинг-дзинг был. Где он успел еще подрезать? Второй уровень получает Блэйд. Ему выпадает на этот раз не такой полезный предмет. Но, в принципе, и талисман защиты не особо полезен в Блэйдмастеру. Сапоги. А, нет, персональный телепорт. Смотрите-ка. Фогич взял персоналочку, подлечился и... Хэппи уже 1-0. Хорош! Хэппи пока унижает. Молодец. Отлично. Закупает тролляк, кроме всего прочего. Да, продал ненужные артефакты и вернулся... Закупился, соответственно, еще. И вернулся к риппингу. Фогич пробегает, смотрит, где-то, может быть, получилось бы поймать Блэйдмастера. Но он очень четко, конечно, собрал и свалил в более-менее безопасное место. Целебное зелье выпадает ему. Замечательный предмет. Очень хороший предмет. Только инвул 15-секундный. И против талонов был бы полезен. У Фогича, тем временем, великолепная застройка. Вы просто на базе хрен пройдешь, и огромное количество места, куда можно поставить абсолютно спокойно древо ветров. И ничего никто сделать не сможет с этим. Так, вторым героем также Бистмастер. Пока патч 1.29, не 30-й. Поэтому у нас стратегии сильно не меняются. Бистмастер идет харасить. Демон Хантер... Ну, Бистмастер идет харасить базу. А Демон Хантер персональным телепортом, видимо, тоже присоединяет. А, он будет выбивать предмет с... Ой, хорошо. Вот это классная тема. То есть он решил не харасить врага, да и тут сложновато. Тем более фокус так классно застраивает уже базу. Если зайдешь туда внутрь, не факт, что выйдешь оттуда, потому что ставится вот в эти проходы гранты. И все. А сам с книгой смерти, которую каким-то Макаром, извините, пропустил... Прекрасно. Книга смерти. У нее, как вы понимаете, цикл жизненный очень невелик. Как только появляются спиритволкеры, они появятся, безусловно. Потому что нужно как-то контрить циклон. Она становится неюзабельной абсолютно. То есть это просто кусок экспы. Если, конечно, там не сделать так, что там спиритволкеры потратят всю свою ману, или ты там виспами все как-то по-дикому задиспелишь, и после этого юзнешь Book of Dead. Но опытные игроки, естественно, прокликивают постоянно. И если Book of Dead есть, то до конца, до конца будет ману хотя бы у одного спиритволкера, для того, чтобы... Ой, талоны пошли штамповаться в одном три, в другом три. Чтобы одиспелить ее, конечно. Так, просветка на всякий случай, чтобы не вылез. Тут Блэйдмастер не подрезал предмет. И очень хорошо крепится сейчас Фогич. Фогич получает 3-2. Причем он отъел жирную точку у Фокуса. Фокус это только что понял. Расстроен, естественно. Но это Book of Dead. Он бы не смог просто вот так вот пройтись по двум точкам с двумя героями и одной арчой. Сокол делает разведку, видит, что орк уже здесь. Очень все красное. Хочется, конечно, добить вот этого Мурлока, из которого упадает предмет. И перегруппироваться, уйти. Блэйдмастер идет перехватывать огромное количество битых юнитов. Арчу подрезали. Добивает Мурлоков. И персональный телепорт делает Демон Хантер. Нормально. Уйдет отсюда и Бестмастер. С высокой вероятностью, конечно же. Потому что тут виндвок только один. И, конечно же, Димка тоже ушел. Фокус прекрасно... Крипится. Просто, если вы вспомните финал Росбрейнкапа... Он так четко, конечно, не останавливается никогда в плане крипинга. И Таурену до третьего он, конечно же, доведет. Тут выманил неплохо кобальдов. Так что некоторые по скрипту возвращаются. Кто-то там тормозит. Блэйдмастер здесь не... Ну... Не стырил артефакт. Барак еле-еле, но живет, поглощая колоссальное количество урона. Кельталасские сапоги выпадают. Конечно же, этот предмет будет передан по возможности Блэйдмастеру. Ну, Фогич ситуация довольно хорошая. То есть он штампует талонов. Сейчас слабый такой у него момент. Потому что... Т3 еще нет. Третьего героя нет. И... Ну, надо защищаться сейчас от орка. Приходит орк. Кидает тетку на талона. Но мы уже находимся у себя на базе. Вейв такой себе. Ой, какой Блэйдмастер битый. Но он выжирает камень. Сарбой уже начинает раздавать. Демон Хантер третьего уровня. Бистмастер рядом с магазином получает приличное количество урона. Тут нужно выводить виспов для того, чтобы Мунвелл не потерять. Но Дима, в общем-то, танкует превосходно. Откидывает еще Моноберн Таурену. Который все еще не третьего уровня. Кстати, Таурену нужно целых два предмета передать Блэйдмастеру. У него... Сейчас такой плюс к урону будет. Плюс 6. Еще плюс 12 получается. Еще этот предмет. Плюс 18. Не передал почему-то. Сейчас, сейчас, сейчас передастся. Плюс 18. Плюс еще скорость атаки. Броня. Бистмастер почти что третьего уровня. Хорошая разведочка у Фогича. Он здесь палит только что... Только что поставившийся экспанд. Прекрасно понимает Фогич, что у нас по таймингу. Оооо, а у Фокуса реальная проблема на базе. У него спиритволкеры вышли неудачные. И пионы пытаются решить эту проблему каким-то образом. Втрое накидываются на елочку. Как-то они странно застряли. Это минус 6 лимит. Это очень важный момент. Тем временем, Тинкера выкупает Фогич и прямиком идет на базу к врагу. Но может быть стоит, учитывая то, что есть время, забрать еще по пути одну точку. Но он не хочет почему-то этого делать. А, у него уже бистмастер третий. Он каким-то образом получил. Здесь Том оф Экспириенс, свиток лечения, Труша Таура. Прекрасные предметы, конечно. Ой, тут помогает еще Архмак. Как он сюда вообще? Как они стригерились-то? Все, полиморф. Отменяется экспанд. Прекрасный тайминг у Фогича. Выкупает, не выкупает свиток, к сожалению. Демон Хантер. Надо, конечно, тут взять свиток. Обязательно взять свиток. Из этого магазина. А лучше даже два. Как раз под 50 лимитов. Под свеженьких талонов. Первый свиток купили. Денег на второй, к сожалению, пока что нет. Но, возможно, стоит ЛС какой-нибудь продать. Или подождать еще 12 секунд. И тогда у нас будет Ферри Драгоны. Подлетают тоже по прекраснейшему таймингу. У Фокуса 54 лимита. Саплай блок из-за отмененного... Поиска вступили в бой. Экспанда, видимо, да? Не, он Бору свой вынужден был разломать. Блэйдмастер попадает под удар. Почему нет циклона, я не знаю. Можно было его тут развести на инвол. Два свитка есть у Фогича. Феррики отлично разлетаются. Один в форме. Два виспа еще у Фогича. Тайминг шикарнейший. Вейв задевает двух свиней. И одного виспа диспелят свиньи. Диспелят свиней. Спиритволкеры. И Фогич идет ломать... На город на Бали. Ломать Бору. Но сейчас саплай блока у Фокуса уже нет. У него чистые 60 лимита. Он закупил, видимо, троллей. Еще восстанавливает лавку. Потому что знает, что ее разломают в самое ближайшее время. Виспы классно разведены. Феррик провоцирует. Ой-ой-ой. Там хороший вейв влетает в талонов. Не доконтроливает Фогич. Выходит рейдер. Но тут же доконтроливается Фокусом. Хорошо, конечно, корейцы контролят. Что ни говори. Очень хорошо. Вырубается лавка. Тут главное не залезть слишком далеко. То есть тут нужно дать... Забежал и сделал Моноберн. Хорошо. Надо правильную позицию занять. Может быть, кстати, еще третий свиток прикупить. Он же там должен был откатиться уже. Сейчас вот как раз должен третий свиток появиться. Под утром. Нет-нет-нет. Дольше-дольше. Больше времени нужно. Фогич ставит свою базу при этом. Потому что понимает, что, видимо, это стояние может затянуться. Фокус, кажется, собирается действовать более активно. Телепортируется Тинкер. Я не уверен, что стоит сражаться. Моноберн. А, да, хорошо. На персональном стаффе возвращается Тинкер. Димку ловят. Алло, 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 алло. Талоны немножко не в позиции. Передается... Да, и решает телепортироваться. Да, тут ситуация... Талону надо подрезать. Ай, чуть-чуть не хватило. Два хита у талона остается. В общем... Телепортировался, потому что Дима был битый. Потому что знает, что у противника нет экспанда. И знает, что свой экспант у нас ставится. Поэтому, в принципе... Ну, не стоило. Там Аркадий закупает еще бутылки. Диман Хантером лечится в Мунвеллах. Но сейчас фокус очень серьезно заряжен. У него 70 уже лимита. И он уверенно идет в атаку. У нас 50 лимита. Да, талоны полные. Да, маны очень много. Да, есть АОФ еще, который может очень сильно помочь в отбивании этого экспанда. Но тут целая орда. Просто орда. Палит Сокол, что идет атака. Нужно как можно лучше засплитить талонов. Феррик уже сразу же в форме. Неча Блайсинг есть. Вейв влетает не такой хороший моноберн. В Таурена тот остается без маны вообще. Лайффинг щилд и рейдеры забегают в талонов. Хороший диспл. Очень быстро убивает Сеншент оф Вор. Рейдеры уже в талонах. Свиток читает орк. Господи, тут тяжело. 42 лимита против 62. Очень битый Таурен с другой стороны. Ну, правда, и Димка-то тоже битый. Но у него есть инвул. Хорошо Феррике штрафует спиритволкеров. За каждый каст падают рейдеры. Хороший свиток. Там такие краснючие были талоны. И тем не менее, удается спасти, я не знаю, там 4-х, наверное, талонов. Левел ап у Демон Хантера. Хорошо. Стоим. Можно дерево, кстати, выкопать даже. Это полезная штука. Вряд ли его кто-то... Нет, он делает виспов. Получает левел ап Тинкер. Таурен очень битый. Свиток прочитывает. Талоны, правда, тоже мега битые. Димку нарезают сверху. Два героя эльфийские живы-здоровы. Но это ненадолго. Потому что орка по-прежнему больше не сильно. Кстати, 48 на 42. Бессмастер вызывает свиней. Персональный телепорт от Демон Хантера. Он возвращается зеленым, здоровым сюда. Но Бессмастер умирает. Это точно умирает. Очень все красные у Фокуса. И рейдеры, и герои. Господи ты боже мой. Закупает еще, наверное, Свиток. Есть он в продаже. Пытается подрезать каких-то юнитов. Фогич. 45 лимит на 33. Подрезает Тролля. Умирают талоны. Остается два героя. Причем один из них это Тинкер. Очень-очень битый. И Свиток великолепный. Зачитывает Фокус. Пытается про... 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 Проесть. Тинкер умирает, к сожалению. Остается только Демон Хантер. Блэйдмастер критует. Очень лют. Отсюда не уйти никак. И это 1-0. Прекрасно расконтролил конец. Нет, подождите, подождите. Вдруг тут еще удастся, например, того же самого Блэйдмастера как-то заковырять. Диме, конечно, крайне сложно отсюда уйти. 4. Телепорт. Телепорт делает торг. Может быть, удастся продержаться. Нычка есть. Ну, сложно, конечно. 28 лимита. Да, у нас есть типа экспант. Но сейчас он вообще задерживаться не будет. Он сразу побежит к нам. Сразу просто к нам. Как отбиваться? Я не знаю. Вылечивается кое-как. Демон Хантер. Надо вставать за дерево каким-то образом. Может быть, даже экспант отдавать. Не сражаться за него. Но фокус, кстати, под магазином какое-то время потерял. Почти пятый Таурин. Почти пятый Блэйдмастер. Господи, у нас минус 2 героя. Тинкер воскрешается. Бестмастер даже еще не в очередь. Потому что денег на это все безобразия нет. Да, спокойно фокус лечится. Пока регенерируется. Готовится закупить еще пару свитков. В 45 лимит. Убивабельный лимит. У нас 40. И инком в 2 раза больше. Но! У нас 2 мертвых героя с вами. 2 мертвых героя, быть они прокляты. Ну как так, а? Надо было дерево выкапывать. Просто. И сражаться с деревом. Ну и не подпускать, конечно, рейдеров к талонам таким вот образом. Войска вступили в бой. Зачем-то крипится, я не знаю, зачем, ради одного несчастного предмета. Тут уже орк. Хотя бы тинкера дождаться надо. Я бы отдал экспант. На самом деле. Но тут уже не отступить на... Хорошая сетка, что не сделать. Моноберн вовремя делает Берн. Читает свиток. Эльф. Очень все битое, конечно. Надо кайтить. Это все безобразие. Пытаться дожидаться героя. Подходят новые талоны. Рейдеры нещадно подрезают. Конечно, все, что только есть. Тинкер приходит. Факторочку нужно кидать. Кидает в фабрику. Дима нарезает. Будь здоров. Но там почти пятый Блэйд. Рейдер, рейдер. Минус рейдер. Очень битый Дима. У него есть инвул. Он оттуда, если что, уйдет. Отличный циклон. Убивается факта. Очень битый Таурен. Надо еще свиток здесь взять. Да, нет, инвул берет. Подрезается еще талоны. Еще талон. Нычка пока работает. Но у нас, кажется, просто на базе задавят. Поднимается. Надо тянуть время. Каким-нибудь образом чудесным. Потому что две базы в одну. Пятый уже Блэйдмастер. Ё-моё. Отличный дисп. Палаторка. Сетка. Талоны кайтят. Это все безобразие. Пытаются. Еще одна сетка. Надо отступать прям вглубь базы. Заказывай беста. Пятьсот голды. Не заказал бестмастера. Это ошибка. Безусловно. Это ошибка. На факторочке пытается как-то отковыряться. Есть бутылек жизни у Демон Хантера. Он танкует кое-как. Бутылек жизни пропивает. Тинкер попадает под удар. Вейв. Какой-то очень странный вейв. И снова телепорт от фокуса. Мы отбиваемся уже от него во второй раз. Все краснючее. Падает только тролль. Двух юнитов за... Не телепортируется. Бестмастера восстанавливай. Бестмастер, конечно, блин. Ой. С каждой атакой все... Ну, там правда пятый Таурен. Мое уважение. Там такие вейвы полетят. 50 лимита против... 45. Мы уже по лимиту впереди. Срочно. Свитки, Инвулы, Инвиз. Делает Демон Хантер для того, чтобы не подпустить пятого Таурена с полной маной к талонам. Это очень правильно. Потому что, если вовремя пропишешь 100 маны, возможно, у него не будет на вейв в принципе маны. Надо из лимита выходить, конечно же. Сейчас прямо заказывать еще парочку талонов. Или нет. Бутылки, наверное, нужно сейчас деньги на бутылки потратить. Орк уже идет. Уже идет. Свиток лечения у нас есть только один. 400 голды на руках. Бестмастера по-прежнему нет. 48 лимита. 54. Демон Хантер в Инвизе. Начинается замес. Видит, видит, видит Таурена. Видит Таурена! Моноберн! Моноберн успевает сделать до вейва! Отличный свиток. Но там Тинкер под ударом. И нарезает очень хорошо Тинкера. Сейчас Блейдмастер под Инвулом. С ним ничего не сделать. Феррики в форме. Еще один моноберн в Таурену. Он абсолютно пустой. Минус 84 маны. Хорошо, держимся. 50 лимита. Блейдмастер здесь. Прописать бы ему еще один Берн. Не подпускает Таурена. Да и толку от этого Таурена, когда у него маны нет совсем... Совсем... Откружает Блейдмастера. Нет, у него есть мана на Инвул. На Винвок. Огр. Солдат. Подошел. Тролль. Подходит. 50 лимита. На 48. Свиток в КД. Там больше ничего не купить. Время работает на нас. На поле боя. И Бейсмастера сейчас будут подрезать. Что можно купить? Инвула нет. Есть только Свиток. Он покупает телепорт. Сразу телепортируется. Стоит ли сейчас с остальными войсками подходить? Конечно, не стоит. Чтобы не было разделения. Бейсмастер телепортируется прямо вот назад. Свиток, лечение, у фокуса. Нужно срочно вызывать свиней. Нужно периодически Бернить Таурена. Поднимать. Постоянно поднимать. Держать в воздухе. Это 5-го Блейдмастера. 53 лимита на 45. Мы выигрываем с вами по лимиту. Явно идут к Бейсмастеру. И к Талонам в том числе. Бейсмастер все еще есть. Неплохо, неплохо, хорошо. Падает один Рейдер. Ставится Огр Солдат. Дима полный. У него есть инвул. Его крайне сложно, конечно, мочить. Нужно поднимать воздух. Но маны уже нет на Циклон. Рейдеры нещадно выщелкивают Талонов. Но у Рейдеров свиток. Как вовремя он заходит в магазин. Читает еще один свиток. Внутри красных рейдера. Пятый Демон Хантер получает промах. Промах от Блейдмастера. Четвертый левел. У Бейсмастера. И 27 лимита против 50. Это уже практически гарантированная победа. Промах на крит. Блейдмастер ничего делать не может. Он врубает на последних хитах инвул. Пытается забрать Демон Хантера. Но подходит Тинкер. Это ГГ. И с такой ситуацией в первой катке Фоги прекрасно выруливает. Счет мега близкий. И катка, конечно, была шикарная. Какой контроль. Блин, сразу нас с головой погрузили в высокоуровневый Варкрафт. Очень эпичная каточка. Абсолютно согласен. С Флэшитером просто. Раз за разом он атаку за атакой отбивал кое-как. Просто кое-как. Вы помните, Фокус ТПшится. У него 50 лимит. У нас 27. И все. Классно. Классно. Хос тот же. Я не точно. Банан говорит. Ну, а я спасибо тебе. Три промаха на крит. Не-не-не. Там не было трех критов подряд. Там было два удара и крит, кажется. Так. Но да. Но это было классно. Привет, Alex2. Всем большой-большой привет. Нет, рестрима на YouTube не будет. После вчерашнего кусочка футбольного матча мы получили страйк на YouTube. И туда рестримить некоторое время не сможем. Но я призываю, конечно же, вас смотреть на GG. Если у вас какие-то проблемы с GG, смотрите на Twitch. Записи в любом случае локальные я делаю. И на YouTube мы зальем. После окончания. Трансляции. Сейчас я перепроверю, что там все у нас хорошо. Сейчас я так вот сделаю. Недсторм. Ну, Warcraft же любимая наша игра. Я его давно комментирую. Ну, и в игре я немножко понимаю. Столько времени. Как уже не понять игру, если ты столько лет в нее и играл, и комментировал. Как тебе 1.30? Да уже был вопрос, пока не это самое. Поедешь в финал чемпионата мира, комментируешь. А то, боюсь, от тамошних комментаторов уснул. Кристаллит, я абсолютно согласен. Я вчера послушал комментаторов, ну, типа, там, с Матч ТВ. Ну, это же... Мне приятно, что многие из киберспортивных комментаторов комментируют не хуже, чем товарищи, вот, с профессиональной. То есть там и слова-паразиты, и повторения, и странные речевые обороты. Такие. Ну, это так. Заходим во вторую игру. Я не о себе. Есть у нас, ну, в СНГ сцене, в принципе, там и по Доте, по КСГО. Комментаторы хорошие. Высокоуровневые. С поставленной речью, которых интересно слушать, эмоциональный. Ну, ладно, поехали. Тартл Рок, вторая карта. Начало прекрасное. Хочется, хочется, конечно. Там Хэпич справился с Люцифером 2-0, насколько я понимаю, да? В первую катку он быстро, а во второй были какие-то сложности, потому что кто-то в чате написал, что вот удалось вытащить. Это хорошо, что ты не попал на комментарии первого канала. Я смотрел Матч ТВ, да. Какая шикарная картинка, это редизайн варика. Да, вышел же патч 1.29, который довольно много всего в игру добавил. И новые карты, и широкоформатную картинку, и изменения в плане баланса. Поэтому да, мы в 2018 году с вами смотрим Warcraft, Full HD, 60 фпс. Майкер захват. Ой, спасибо. Классный. Спасибо. Кнопы забыл нажить. Черный экран видим, да. Все-все-все. Простите, пожалуйста. Капитан, картинка запили. Нам не видно. Тартл Рок, ближние респы. Ничего не пропустили, не переживайте, все хорошо. Во второй игре Хэппи просто пришел на базу Люцифер и убил его минут 5 играли. А почему говорили, что вытащил? Широкоформатная картинка, черный экран, да. Делает разведку Фогич достаточно раннюю на ближние респы. Не знаю, как это определит его начальную тактику. Скорее всего, это повлияет на маршруты криппинга, или даже вообще изначально на стиль. То есть на таких респах, может быть, стоит играть более агрессивно и за Блэдмастером там увязаться, чтобы он там не убежал куда-то выбивать по карте. Майкер, за наших надо болеть, а не за фокусов. В смысле? А что я за фокусы болею? Войска вступили в бой. Вроде в прошлой катке переживал... Да не вроде, а точно я за Фогича переживал. С другой стороны, орковским игрокам обидно, если ты там топишь за какого-нибудь... Есть просто много людей, которым не важна наша, не наша, главное, что как бы за кого играет и все. Это экстра висп, это все по плану. 21 лимита перед грейдом, чтобы не переплачивать потом 120 голды за виспа. Да, и посмотрите, пошел сразу же Демон Хантер пытаться наказать вот этот вот мега агрессивный криппинг. Хотя это не криппинг, это выбивание предмета из Огр Мага. Подошел. Выманивает. Не знаю, как тут можно помешать. Маны у Огр Мага уже нет, но, по крайней мере, Виндвок сейчас уже на КД. О, в смысле, не на КД, а заканчивается. И просветку перекупил Блэйдмастер, так что никаким макаром не получится помешать. Приходится терпеть вот эти вот выстрелы унизительные от тролля. Оп, еще добавил. И снова вышел Виндвок. Добивает. И ничего не сделать. Выбил кольцо регенерации, но пытается как-то понаносить еще урон. Если бы был здесь Висп, можно было подблочить и даже убить Блэйдмастера. Вот здесь явно не хватает Виспа. Виспа, Арчи, чего-нибудь такого, что могло подблочить. Но Арчи не успеет, к сожалению. Увы. Висп реально был бы очень правильным в этой ситуации. Реально можно было Блэйда на эти 3-4 удара замедлить. Но он как раз Висп с 4-х убивает без маны. Там Виндвоком не откидаешься никак. Ладно, неважно. Выбил супостат кольцо регенерации жизни. Оно, кстати, ему пригодится. Он его не продает, потому что все-таки 2 хита в секунду дополнительной регенерации. Для человека, который постоянно получает по лицу, это очень важно. Блэйдмастер, тем не менее, регенит сейчас ману. Регенит хп. Сейчас засветился на базе эльфийской. Тролль такой. За бараком. Подблочил барак. Ну, Фогич не рискует. Не рискует крепиться, потому что 3 гранта против одной Арчи. Да вы что? Очень-очень опасно. Демон Хантер с персональным стаффом. Да ладно, он выбивает еще одного Огра-мага. Прекрасно, конечно, фокус тут играет. Просто прекрасно. Без особых проблем выбивает еще один предмет из второго и последнего магазина. И это... Амулет. Уклонение, наверное, самое все-таки бесполезное из возможных. Потому что сапоги только за когти. Безусловно. Амулет жизни, амулет маны. Это все выпадает из этой точки. Насколько я помню. Ой, ухэппи пинг 900. Неплохо. Да, ухэппи... Легкие подлаги есть. Так, ну, тут при помощи бестмастера захотели мы как-то провести агрессию на Т2. И, учитывая то, что бежать недалеко, вы видите... А, и там же... Ой, какой персональный телепорт на свинью. Прямо застройку орковскую. Отменяется спирит лодж. Это все делается для того, чтобы сместить время появления юнитов на Т2. Плюс это делается для того, чтобы противник потратил больше. И классно сразу отправил персональным стаффом. Тут же, конечно, фокус перезаказывает обитель духов. У нас делается с вами апгрейд на Т3. И два древа ветров. Это будут те же самые талоны. Кто бы сомневался. Две свиньи снова заходят в внутрь орковской базы. Но там их уже расстреливают из логов очень быстро. Выходит Тауренс. Бестиарий не в застройке. Не знаю. Наверное, нужно снова возвращаться. У нас там и КД стаффов откатиться должны были уже. Вот видите, насколько важны вот эти вот убитые огры. Это не просто экспа. Это не просто хорошие предметы потенциально. То есть там больше хороших предметов, чем плохих. Это еще и постоянная разведка. То есть хочется докрипить этих юнитов. Но орк в ту же самую секунду узнает о том, что ты начинаешь этот криппинг. И все. И приходит Блэйдмастер. Уже начинает наносить какой-никакой урон. Загоняет Морчу на базу. Хорошо обошлось без серьезных проблем. Плюс. Это же не просто информация о том, что противник крипится. Ну и ты можешь там его подхарасить. Это еще инфа о том, что я могу абсолютно спокойно своим вторым героем и остаткой армии прокрипить другую точку. Потому что абсолютно точно. Я уверен в том, что противник находится черт знает где и не успеет физически добежать никаким образом. Венец Благородства подрезает или нет? Вот это чей Венец Благородства? Сложно сказать. Ой, какой надоедливый фокус. У него ни черта нет. Какой он наглый. Какой же он наглый. Без сапог. Был абсолютно уверен, что никто его не подблочит. Понимаете, что он уйдет отсюда. Фокус, говорит, забрал. Очень жаль. Очень жаль. Свинья там преследует Блэйдмастера. У него, кстати, по Экспенне все так хорошо. Но зато Таурен второго левела. У нас второй тоже, кстати, Бистмастер. И второй Демон Хантер. Это точно. Он получил второй уровень. Еще вот в процессе криппинга этой желтой точки. Сейчас идет такая же агрессия, как и в прошлой игре. На Т2. Фокич, конечно, прекрасно использует Таок для того, чтобы прокрипить жирнючую черепаху. Мимо пробегает Блэйд. Получает неплохо. Инвол прожимает. И в это время на базе ушатывают Мунвеллы. Окружил Блэйда! Окружил! Окружил Блэйда шикарнейшим образом! И минус второй Блэйд. Опа! Сейчас можно спокойно вернуться на базу. И попытаться отбиться от этой агрессии. Успевает на Т3 взять арбу! Это очень важный момент. Потому что, по сути, из срочных покупок нужна была только арба. Потому что, ну, это топчик. Потому что колоссальный урон. Потому что Демон Хантер начинает носить значительно больше урона. Шикарно! Ладно, мы потеряли Мунвелл, потеряли Магазин. Но это не сопоставимо с потерей второго Блэйдмастера. Ни по деньгам. Ни по... Ну, там же еще инициатива получается. Ты сейчас можешь действовать гораздо более агрессивно. Зная, что противник, ну, просто до появления Блэйдмастера не будет с тобой сражаться. Он просто не сможет с тобой адекватно сражаться. Ну, вот это, в этом весь фокус, понимаете? У него все плохо. И он идет после этого крепить самую жирную точку на карте этого Огра. Получает еще книгу опыта. Получает ауру архмаговскую. И третьего уровня становится Таурен. Срочно надо с этим что-то делать. Три-три-один у нас уровень героев. Все шикарно. У него даже телепорта нет. Но он просто настолько уверен, что его не накажут. Блин. И опять вот играет на руку разведка фокусовская. Он видит, что он может даже эту точку взять и докрепить. Собакой. Ну, он очень нагло крепится. Просто мега нагло. Без второго героя. В смысле, без главного героя. Он только сейчас выходит. Ах, пастат. Персональный телепорт возвращается. Сейчас Фогич. У него не такая большая армия. 41 лимит. Он вызывает сокол. Проверяет. Видит, что фокус забрал красную точку. Но уже сделать, конечно же, ничего уже нельзя. Войска вступили в бой. Надо дожидаться 50 лимита. Надо пытаться... Пытаться, наверное, еще где-то что-то урвать. Черепахи являются довольно привлекательной целью из-за тех предметов, которые выпадают. Ну, и сравнительно еще из-за простоты криппинга. Но Фогич собирается просто напасть сейчас. Кстати, это хороший тайминг, потому что у противника нет телепорта. Фогич видел соколом, что он был на базе и уходил вправо. Соответственно, мы сейчас можем с вами очень серьезный урон нанести Бороусам, у которых на Т2 скоро появится. Что это такое? Какой телепорт? Что ты делаешь? Там что, персоналка была? Не понял. У него было еще секунд 20 чистого времени для того, чтобы... Блин, ладно, не будем. Взрывается Фэри Драгон, влетает второй вейв. Висп дисплей Таурена четвертого уже уровня. Подрезается лавка, и Фогич собирается давить. 44 лимита на 48. Подрезается еще один талон. Блэкдмастер нарезает неплохо до тех пор, пока его не поднимают в воздух. Не хочет, конечно, Фогич выходить из этого прохода. Телепорта у нас нет. Нет, это была ошибка. Сейчас еще одного талона подрежут. Нельзя его отдавать. Да, вписывается вся оставшаяся армия из-за этого талона. Таурен без маны. Хоть с четвертого уровня, но на вейв у него пока нет. И Фогич решает действовать агрессивно. У него тут есть АОФ, рядом с которым он, видимо, готов сражаться. Да, Фокус прям прекрасно все разводит. Снова стаф. Можно, кстати, эту точку забрать. Опять нападает на АОФ, персональный телепорт. Не успеем мы этот АОФ прикрыть достойным образом. Немного, совсем немного урона нанесли. Вейв очень странный. Видимо, от безысходности. Фокус отступает. У него вторая. Ой, хорошо, перехватываем парочку унитов. Нужно рейдера поднимать, этого пытаться добивать. Минус 6 лимита. Недоконтролил кореец. И окружает. Окружать уже можно, потому что вейва нет. Об этом прекрасно осведомлен Фогич. А Фокус собирается вписываться за этого рейдера. Или, в принципе, он готов сражаться. Начинается... Там два крита подряд. 15% вероятности. Отлично. Начинается заруба. Феррик висит. Таурен. Таурен уберн. Таурен уберн. Берн таурен на 87. Минус 2 талона сейчас. 63 лимита на 44. Как же плохо. Это все у нас тут по лимиту. Очень битые гранты. Очень битые рейдеры. Свиток великолепный. Читает Фокус. Вытаскивая просто... Трех юнитов красных. Ой-ой-ой. Ситуация не очень хорошая. Все в талонов забегают опять рейдеры. Несмотря на то, что те пытаются как-то избавиться от... От такого пристального внимания. Демонхантер, конечно, нарезает. А минус рейдер. Минус 2 гранта. 40 лимит на 54. По-прежнему преимущество довольно серьезное. У Фокуса оно у него есть. Красные юниты. И кажется, свитка-то у него больше нет. Да, свитка больше нет. Факторочка стоит. 36 лимита на 51. Господи, по цифрам все очень плохо. Демонхантера бьют. У него есть инвол. Он подрезает Спирит Волкера. Инвол включает Демонхантер. Не битый тинкер. Не битый бестмастер. Очень хорошо раздает, конечно, Блэйдмастер. Критует налево-направо. Бутылек передает Демонхантеру. За секунду до того, как влетает в него крит. Сетка не дает стелепортировать. И падает Демонхантер. К сожалению. 144-5 критует Блэйдмастер. Таурен живой. Почти пятого уровня. Здесь уже ничего не сделать. 27 лимит на 41. Экспанда нет. Левел-ап четвертый. Четвертый уровень получает Блэйдмастер. И, конечно, это плохо. Это все очень плохо. Забыл сейчас Фогич. Не, не забыл. Он собирается агрессировать. Дальше 28 лимита. Не хочет давать противнику отличиться. Передохнуть. Восстановить ману. Он там пятый Таурен, у которого 200 маны. Как ты ему не дашь? Как ты ему не дашь? Ё-моё. Фокус понимает, что нужно ему время, чтобы залезать раны. Пропускает Бёрн. Третий вейв. Влетает в трех героев. Фэйрифайр не отключен. Это ошибка. У двух талонов, по крайней мере. Еще один вейв. Манобёрн на 100 хорошо. Таурена окружили. Подняли. Чуть вправо. Неужели можно будет Таурена убить? У Таурена нет никакой защиты. Нет. Но тут скорее Дима умрет, чем Таурен. Окружение оборачивается против Фогича. Диму начинают бить. Под инволом нарезает Блэйдмастер. И снова падает Демон Хантер. Это уже ГГ. Any second, как говорится. Вслед за Димкой падает и Бистмастер. Он тут не выдержит, конечно, такого напряжения. Это ГГ. 1-1. 1-1. Увы. Какой... В середине был очень хороший момент, но после этого, после того, как Фогич убил героя, главного орка, орк пошел крепить красную точку. Получил томов экспириенс, получил еще прекрасную ауру архимаговскую. И это, конечно, сыграло важную роль. О, МГФС, спасибо тебе большое за переподписку. Всем, друзья, добрый вечер. Смотрим Warcraft сегодня. Специальный турнир, который был организован энтузиастами после того, как внезапно завершила серия турнира от Геры. Клан ГГРУ. Warcraft Alive Cup под номером 3 с призовым фондом уже более 18 тысяч рублей, в котором принимают участие многие игроки, и корейцы, и СНГшники наши. Список участников немногочисленный, там человек 60. Зарягивалось предварительно под 100, но сетка, насколько я понял, на 64 игрока. Но весь топ зато. Весь топ, кроме китайцев. По понятным причинам. Уже закончился один полуфинал, где Хэппичу удалось выиграть Лесфера со счетом 2-0. Мы с вами досматриваем второй полуфинал. Это Фоги против Фокуса. На данный момент счет 1-1. И победитель встретится с Императором. Нео. В зарубежные кастеры присоединились. Прекрасно. Привет, Ники. Всем привет, друзья. Да, смотрим в Варкрафт. Соколик, здравствуй. Здравствуй. Лапи тут говорит, ох, я успел. Да, по крайней мере, на финал ты точно успел, который будет Best of Five до трех побед. Сэвен, ты в Fortnite играешь? Император участвует в турнире, да, Breaking News. Ну, здесь нет, не было блока Хэппи. Так что фанаты Акалиты, конечно, радуются тому, что их император участвует в турнире. Еще матч за третье место будет. Кстати... А зачем матч за... А, нет. Тут же сингл ламинейшн. Я не знаю, сколько призовых, на самом деле. Призовых мест. Если три, то, да, будет матч за третье. Ты как-то постарел, говорит Гарри Потт. Так мне уже 34 года. 34. Хотя последний раз, когда я покупал вещи в магазине продуктовом, не предназначенные для лиц младше 18 лет, мне попросили паспорт. Я такой... Неожиданно. Сказал я. Протягивая паспорт продавщицы. Она посмотрела на 84-й год рождения и говорит, неожиданно. Мне так стало приятно. Так что... Варкрафт нас молодит. Продавщица подкатить хотела. Нет, нет. Нет. Поехали. Может быть, Фыва молодит. Крис среднего возраста. А с чего? Я не знаю, что это. Ну, то есть я слышал, а с чего расстраиваться-то? Есть замечательная работа, замечательный коллектив, семья. Тут все-все под боком. Сегодня только у родителей было. Там отлично попарились, покупались, поели, пообщались. Все замечательно. Чего кризисовать? Как кодой молодой. Да-да-да. Проект 14 сообщает. Привет, спасибо за Варкрафт. Спасибо за спасибо. Знаем мы таких продавщиц, говорит Райдер. Спрашивает паспорт, смотрит на возраст, семейное положение. Понятно. Не-не-не-нет. Окей. Возвращаемся к игре. Стратегии вряд ли поменяются, хотя карта другая. Но, да, не поменяется стратегия. Молодой пион подкатывает к арчи. Видит, что здесь происходит непотребство. Хотел киркой добить. Дерзкий, молодой. Ну и Блэйдмастер тут рядышком. Надо бы предмет взять, наверное, да? А Блэйд уже здесь. Начинает работать по АОВу. Переключаются. Это минус АОВ. Да. Фиговый старт. Ну, в принципе, АОВ-то настолько сильно не нужен, но... С ним было бы, конечно, попроще. И потом крепиться, и защищаться, конечно же, было бы попроще. Фолландем Плар поддержал, говорит, привет, огурчиков привез, малосольных ягод, фруктов, где забрать. Все привез. И овощи, и картоха молодая. И мясо, которое там сделала матушка, которые не доели, естественно, черешня, отходит уже, но все равно осталось еще хорошее. Как правило, в воскресенье я ужинаю тем, что осталось после поездки. Так что... Ужин меня ждет отличный. Сори, что хвастаюсь. Да. Так, ну, Блэйдмастер начинает опять... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подрезает сходу одного виспа. Поставил фоги Чуиспов таким образом, чтобы... Ой, в смысле, Демон Хантера и Арчу таким образом, чтобы не выпустить Блэйдмастера из застройки. Но шкадит, конечно, дико тут фокус. Да, и выпустит спокойно. Ой, не дает. Ой, как хорошо, фогидж держит. Халдит, халдит. На елке, на козырной тут повесить. Вот на эту елку можно повесить. Я не помню, но догадываюсь. Тут еще, наверное, какая-нибудь елочка, вот типа вот эта и вот. Прятать нужно. Ой, какой Мунвелл странный. Все, пошел Блэйдмастер пытаться за... Да, и ставит лавку. Нет, отменяет. Хорошо. И зажался. Блэйдмастер минус ТП. Магазин снова отменяет фогидж. Не знаю, на самом деле, на дистанции, кому это выгоднее. Орки вообще сильно не парятся по поводу телепорта. Он что, здесь достроен? Он не может отсюда выйти. Кажись, не может. Но здесь не выйти. Здесь не пройти. Да, они елки рубят снизу. Хорошо. Вот был бы сейчас у нас барак, мы абсолютно спокойно смогли бы с вами... Да. Подкрепить какую-нибудь дикую точку. СК Ход, это игрок в Старкрафт 2? Нет. В первую очередь, СК Ход, это игрок в Варкрафт 3. Михаил Новопашин. ВСК вступили в бой. Максимальные достижения топ-3 World Cyber Games. Там 2000, не знаю, кажется, 8. Как раз в Кельне он третье место занял, если я правильно помню. Ну, Сокол помнит. Забегаем мы внутрь... Хотел сказать, андейдовской базы. Не андейдовской, а орковской. Но там делать нечего. Арча стоит очень плохо. То есть нам тут вообще нечего ловить. Пытается, по крайней мере, Димка выскочить. Но уже через четырех секьюрити грантов никто не пройдет. Да, Харас. Мягко говоря, так себе. 2007, говорят. Мне кажется, в Кельне, который проходил. Я не помню, какой это год. В 2008 Хэппи. В 2007 Хулигана выиграл ход. Да, похоже на правду. Кельн это седьмой, да, был? Берн прописать. Ну, пропиши, Берн. Ну, 70 маны. А, он... Не понял. Он хочет отменить бестиарий, но в чем проблема была прописать сразу же Берн и не отменяет бестиарий при этом еще. Ну, потому что не успевает. Тут уже четыре гранта, Таурен страшный. И уже виндвок есть. И выходит он, виндвок. Беда. Начало так себе. Войска вступили в бой. Еще этот Висит Мэдус, понимаете? Карта, которая... На которой есть, где прокрепиться. Правда, Таурен пока что никого не убил. Невзирая на тот факт, что рядом находится эльф, фокус начинает крепиться. Да ладно, давай еще окружим героя. Что? А у нас нет телепорта. И став у нас нет. Все, Дима отсюда не уйдет. Что за игра? Да, слишком аркадно тут играет Фогич. Слишком аркадно. Еще Бисмастер не уйдет, скорее всего. Хотя ему скорость добавили. Если последний удар Шестаурен не сделает, то может и убежит. Войска вступили в бой. Все-таки еще не было. Хотя аура была. Но, видимо, он оценил, что не догонит его. Да, плохое начало. Расстроился им. Тут-то свинья вообще давит. Убил. Убила свинья у этого... Таурена хотел сказать. Гранта убила. Она еще пыталась убить гнола надзирателя. Но у нее это не получилось. Плохо все, друзья. Плохо. Ну вот... Говорю как есть. Антимейджик зачем-то купил и тут же продал. Барака тут не хватает на криппинг того самого, которого на старте убили. Придется идти криппить тот же самый экспант, потому что големов тут несподручно с талонами убивать. Ну, либо вот этих выманивать. И при помощи... Не, лучше на нычку идти. Там, по крайней мере, огры у них. По ним очень хорошо талоны работают. А фокус мега агрессивен. Он тут же понял, куда может полезть эльф. И со скруллом спида... Ну, по цвиткам скорости куда-то бежит. Не, он бежит просто и дальше крипится. Темп очень высокий темп у сокола. Ой, у сокола... Войска вступили в бой. У фокуса. Сокол как раз наоборот медлительный. Да, и крипит. Крипится, крипится, крипится. Контролит двумя рейдерами, не подпускает. А Фогич идет просто в... Волл-ин. Скорол оф зе бист. Свиток лечения. Два штуки. И что делать? Что мы сейчас, типа, придем с третьим героем и будет счастье? С мега ранним циклоном? Веспов, конечно, миллионов. Хочется законтрить Таурену. Там два свитка лечения. Что мы хотим? Сделать-то. А у нас герой один, один, один. Подрезается еще Арча. Третий левел Блэйдмастер. Отвратительная ситуация. Покрепится так просто нам не дадут уже. Противник очень рядом. Уже успел восстановить здоровье у обоих героев. Мана полная. Блэйд подрезает. Веспа абсолютно спокойно. Безнаказанно. Рик-отвертка? Да, рик-отвертка. Поднимает воздух Блэйдмастера. Войска вступили в бой. И все. Больше мы ничего не можем сделать. Рейдеры прекрасно тактически действуют. Штрафуют юнитов. Не дают отступить от них на некоторое время. И Фоги просто не знает, что делать. Хочет закрепить эту точку. Но орк тут как тут. Блэйд нарезает еще от веспов. Тролли выкупает Фогич. Второй уровень получает. Пытается голема добить. Эликсирман и вейв. Отличный влетает на пятерых талонов. Вынужден передислоцироваться. Подрезает предметы хорошо. Демон Хантер. Но там большой бутылек. Если это бы досталось Блэйдмастеру, то... Можно даже было инвул Блэйдом прожать, чтобы этот предмет стырить. Чтобы тебя не зациклонили. Если там... Ну там Димка же отбегал далеко. Настолько он важен. Что урен уже к третьему подходит. А нам этот предмет, кстати, можно продать в бутылек. Полезнее будет. Банально. А фокус не останавливается. Он просто понял, что там не получилось. Использует Скролл оф Зе Бист. Подрезает тут же магазин. Получает третий уровень. Маску Соби. И ситуация у него отличнейшая. Герои по уровню выше. А лимита у него больше. Прекрасная ситуация. Надо диспейлить, конечно, Скролл оф Зе Бист. Но хрена с 2 ты это сделаешь. Потому что там Блэйд, у которого плюс 24 урона сейчас. Ну, главным образом из-за Светка Зверя. Фейрик формим. Фоги не доконтраливает. Блэйдмайстер инвул сразу же. Бёрн где? Бёрна нет. Тролль падает сразу же. Дима вне. С зоной доступа. Под Скролл оф Зе Бистом деремся. Отвратительная ситуация. Еще один шикарный вейв. А у нас свитков нет. Все талоны красные. Сделать ничего нельзя. Падает Синкер. Шансов просто никаких, друзья. Там 2 свитка. Там лимита миллион. А у нас талоны мрут. Это гуд гейм, друзья. И все-таки фокус, несмотря на прекрасную первую игру от Фоги. Как он там вытащил. Фокус одерживает победу. И будет играть с Императором в суперфинале. до... До трех побед. Сейчас будет момент черкания карт. Жалко, конечно. Финал. А, сейчас еще матч за третье место. О, хорошо. Сейчас у нас будет Люцифер против Фогича. Император это кто? Это Хэйпи. Люцифер под никнеймом With Spirit Souls интересуется, какой бо в матче за третье. Но там, скорее всего, бо 3. Фокус говорит, го-го, файнал. Ага. Ага. Да, есть Увермайн. Можно, кстати, на второй канал на Ютубе. О, Аэксэм увеличил призовой фонд турнира на 100 рублей. Сейчас он составляет 18267 рублей. Вроде говорили, что если выиграет Кореец, то в финале третье место одновременно будет. А, понял. Ну, в любом случае, друзья, если вы хотите посмотреть какой-то конкретный матч, помните, что на Гудгейме стримят сейчас и Хэпич, и Фогич. По крайней мере, они стримили, когда я начинал трансляцию. То есть, если вы хотите посмотреть какой-то матч, который вот здесь не... Мы с вами по тем или иным причинам не посмотрим, как бы это было, например, в полуфиналах. То, пожалуйста, можно пойти посмотреть от первого лица ценнейший просто материал. Особенно, если вы хотите лучше изучить игру. Но сейчас, конечно, учитывая то, что очень многие стримят, Это уже не такой раритет, как раньше. Ромео, спасибо тебе большое. Всем привет. Так, значит, судья говорит, что сейчас будет играть Люцифер с Фогичем. И они сейчас будут черкать карты. Терен и Стэн черкает Люцифер, Тартл Рок. Сейчас будет абсолютно другой матчап. Мне, конечно, интереснее смотреть, на самом деле, за... Не за матчапом Эльфорг в исполнении Фоги, по крайней мере. Потому что он, ну, играет пока по одной и той же стратегии длительное время. Возможно, патч внесет какие-то коррективы в этот матчап. Но я не уверен, что это произойдет. Надо посмотреть на патчноуты. Вот, а что касается андетов, там наверняка тоже вариативность у Фогича не такая высокая, но... Ну, мне этот матчап нравится больше против андетов. Он сложный, с Херакилом, с Т3 обязательно затяжные, какие там экспанды ставятся. Тем более, против опытного андета простых игр, как правило, не бывает. То есть, в любом случае будет Т3, в любом случае будет Арба, андетовские герои и проблемы. О, Водка, привет. Нежданчик говорит, приятно наделено в Варкрафте. Да, Варкрафт. Решил его спонтанно достаточно постремить, потому что в пятницу просто увидел. Зашел в раздел турниров на ГГ. А, на МК или мы это сделали? Это вчера было. В субботу это было. Зашел, увидел, что в воскресенье будет хороший турнир с хорошим составом участников. И все. Вот там есть у нас персональный хейтер. А ты замечаешь, что постоянно не договариваешь предложение? Просто обрывается на середине и... Не, не замечал. Так, первая карта из трех Пландерайс, Лахуайл, Лахуайлс и Ласт Рефьюдж. Все маленькие вообще. Малюсенькие. На Пландере будет первая игра. На самом деле, Пландер очень приятный, как по мне, карта против Андеда. Небольшая. Экспанд ставится хорошо. Так, Люфо 1. Заходим. Люфо. Айн. Спирит Волкер, теперь из Тавуреница выходит, я слышал. Хантерский теперь сразу могут взять слов. Слышал. Бетонный орк на Т2. Слышал. Талоны стали дороже. Слышал. Думаю, стратовый матчап изменится. Посмотрим. Остров беззакония. Модернизированная версия этой карты. Но старый добрый Пландерайс. Еще со времен Рока. Эта карта, конечно, у старичков должна вызывать приступ ностальгии. Именно на ней впервые многие на себе опробовали страту, когда к тебе прилетает дракон 10 уровня и уничтожает твою базу, если ты неправильно среагируешь. Если хоть раз из Бороса орк стрельнет по твоему герою, или там, ну, не по твоему герою, отбиваясь от героя, попадет по дракону, то у него заканчивается база. Из-за того, что дракон остается там навсегда. У меня с этой картой тоже очень много воспоминаний. Я здесь с Тилерманом играл, с тем самым, который дикий был за рандом в начале Рока, с безумной статистикой, и он чемпионил, и первый турнир выигрывал. Боевое крещение, так скажем, проходило здесь. Много каток хороших было против топовых СНГшных орков, которые еще когда бетон был изначально, застраивали здесь место и с форсиром забирали сразу две точки. Еще здесь не было входа сюда. Или как Хумант здесь ставил абсолютно халявно базу, которой крайне сложно было нахарасить из-за как раз этой ХГшки. Ты не знаешь, пока не заберешься, что там наверху происходит. В общем, старый добрый Бландер Айсел. Ну или деревья, которые вот здесь вот можно было поставить дерево и зарутить вот здесь вот рудник. То есть тебе шахту, типа, легко убить, но экспант выбить практически нереально, потому что к нему банально не подойдешь. Так, ну это дела давно минувших дней. А сейчас мы видим нейтрального героя в исполнении Фогича. Так, первая панда, возможно. На мой взгляд, алхимик шикарен против андедов, потому что при правильной игре он выключает двух ключевых юнитов в лейте. То есть ты не можешь нормально строить вермов, потому что они продаются просто по КД. Вся, ну, если андед играет с одной базы, они все будут работать на одного алхимика с ультимейтом. Потому что вирм там стоит в районе... Ну, господи, дай бог памяти. Четырехсот приблизительно голды. Ну, там сколько-то? Триста восемьдесят пять или как-то так. Или больше четырехста. Моя ска вступили в бой. Соответственно, скорость добычи этих четырехста это приблизительно сорок секунд, а у алхимиков кулдаун продажи сорок пять секунд. Ну и, конечно же, приятно... Приятно продавать дестройера в пяти лимитах. Вот. Но проблема алхимика... А, плюс алхимика еще в том, что его крайне сложно занюкать, потому что это герой с самым большим запасом с... Здоровья в игре. Триста восемьдесят пять. Ага, спасибо большое. Вот. Ну и он хорош еще тем, что у него по умолчанию, считайте, Арбао, и он от Гарк может отбиваться. По воздуху, в общем, стреляет по умолчанию, без особых проблем. Тут очень агрессивная ситуация. У нас Рейнджика первым. Прекрасный герой. Прекрасный герой тоже против Андеда. Сайлент затыкаем. В криппинге мега полезно. Очень агрессивный Люцифер с двумя-тремя гульками сразу пошел в Акаку для того, чтобы не дать Рейнджике прокрипиться. Но вроде жертв среди мирного эльфийского населения. Не такого уж и мирного. Будем честны, пока что нет. Но, конечно же, Люциферу надо будет очень... Ну, ему, во-первых, не хочется отпускать Рейнджику, потому что это один из самых лучших героев в плане криппинга. Скелеты из каждого убитого юнита. Это особенно на таких вот картах, где много мелких юнитов. Тут 4 скелета, тут человек 5 мурлоков находятся, тут трое... Ой, тут 5 тоже поменяли. Ой, 4, простите, я гулю принял за нейтралом. То есть, она реально очень хороша в том плане, что очень быстро крипится. Но ее, конечно же, значительно сложнее убить Андеду, потому что банально Койл не действует на Андедовского героя. Не заморачивается особо Фогич по поводу Рейнджерки, не выключает ей стрелку. Ну, а в наше время мы делали только один последний выстрел по юнитам для того, чтобы не тратить ману. Колоссальная экономия. Войска вступили в бой. Ну, молодежь, что она знает. Может быть, АПМа не хватает. Не знаю, не стрельнул по Мурлоку поверхнюю. Второе уроне у Рейнджерки. Недоконтраливает, недоконтраливает. Он занят был выманиванием двух троллей из лагеря наемников, и здесь Черешиф не послал юнитов, соответственно, потерял несколько секунд. Какая рда скелетов, смотрите. Ну, это никто не остановит просто. Сожрут, чувствую, барак наш. Не, Люцифер пошел... Пошел типа харасить. Тут подрезано уже. Да, это атака. На самом деле, такое количество арчей. Давай, нападай. Попробуй, попробуй похарась. Тут Люцифер тут же оценил ситуацию. И такой, нет, койлы домой. Не надо. Минус два койла мы потратили на вот этом вот маневре. Тридцать восемь. И надо базу ставить сейчас по таймингу, по правильному. Даже чуть раньше надо было это делать вместо следующей арчи. Да, рейнджика хороша еще тем, что позволяет тебе вот получить... Эээ, что ты делаешь? Что? Оооо! Догнали, окружили тролля. Сайланс. Ну, на две гули мы разменяли тролля. Не самый выгодный размен. Нычку надо ставить. Опасная близость. Не прибегут разве? Не, не перебегут, фух Ну это ожидаемый такой поступок И очень неправильно Фоги, конечно, здесь действует Он прямо сейчас эту базу и отдаст Не видит? Нет, видит все Люцифер невнимательно тоже действует Надо было спасать весь, построить здесь магазин или... Я рычу подставить... Ай, молодежь! Не должно быть потери вот таких вот У Андеда да Что он бегает Аркадию У Эльфа нет Ну... Да обидно просто В чем-то такие довольно стандартные... Моменты в плане контроля Не нужно иметь больше там 150 АПМ, чтобы делать правильные вещи Просто, ну почему-то не успевает Не знаю, почему не успевает На город напали Он еще без Хантерс Холла играет, да? То есть у нас будет все-таки талон и выход талонов Обидно просто На ровном месте Просто на ровном месте Потеряли тролля На ровном месте потеряли пару арчей Войска вступили в бой Жалко Так он же стример, а не проигрок Фоги? Нет, это ты перепутал с Хэппи Так, сейчас увидят, что здесь закреплено И, соответственно, надо забирать вот эту вот точку Нет Нет Видимо, будет заранее крепить Готовить Да, или лагерь наемников Ну как же Фогич сейчас абсолютно бесцельно провел вот эти вот, не знаю, последние полминуты Андетт успел вернуться на свою половину Получить третий уровень И вернуться к Фогичу Это косяк Еще один А вот тут уже количество гулей, конечно, впечатляет Барак еле живет Сейчас новые скелеты будут появляться У нас нет У Дики нет Кайла, но, в принципе, можно Контроль, прошу Есть, отлично Очень много пирсингового урона И если нет Койла, то Гули не успевают убежать Скелеты не доконтролировать нельзя Отдавать И тут тоже какой-то хаос творится База достраивается Третий уровень получает Получает Фогич Да я переживаю просто Тут Арчун недоконтролирует Ну что ты Минус один Сейчас эту добьет Минус два Ага, окружать битыми скелетами Ну, видимо, он не часто играет через рейнджер Все предметы утащил сейчас Все предметы утащил ДК Слоу Там гарги начинают работать А гарги очень хороши Там же все еще есть Дракон, правда, не десятого, шестого уровня Големчик умирает ДК убежит Тут, конечно, среди гулей будут потери Минус одна Минус вторая Ну, три гули на две Арчи разменяли Не, решил подконтролить Правильное решение Он нычку сразу ставит Ё-моё Какой все-таки грамотный Люцифир А вот после Вот этого преимущества Которое он получил на старте Он Он берет просто и ставит эксп При этом еще умудрится Леча У него раньше экспанд Чем у эльфа Правда Фогич знает об экспанде Очевидно Иначе он не стал бы ставить Третью базу Нужен пандорийский пивовар Вторым героем Денег на него маловато Учитывая то, что мы с вами И много на нейтралов Ну да контроль ты тролля У тебя сейчас тролля убьют Ё-моё Еле-еле просто Да, пандорийский пивовар Есть на него Деньги его уже купили Крипим У рейнджек еще один минус Она достаточно пассивная То есть она не наносит В лейте никакого Серьезного урона Да, она рейнджевик Да, она Главным образом берется Для того, чтобы Вот так вот крепится Ну и вот не так вот крепится Конечно Но крепится, да Дыхание Койл Ну все началось Деку надо Ооо, ресторейшн У деки Ооо Я бы здесь вышел уже Ну если бы у меня была Полная картина Это забей, короче Просто забей Минусует гаргу Ну фоги не сдается Я уже в некоторых матчах Раз пять боливнул А фоги сражается И при этом он еще иногда Вытаскивает А там уже есть нова Либо инвол Либо тп Инвол Дыхание Сейчас нового Можно на тролля потратиться Правильно все Войска вступили Да, и пошли гаргин Минус тролль Второй лич уже Ё-моё База тут не работает Тут нычка уже вовсю И хрена с два Ты ее пробьешь Даже несмотря на то Что еще не доделались вышки Тут бы отбиться От этого андеда Нет Всю игру контролирует Прекраснейшим образом Люцифер Великолепно играет кореец А фоги ошибается Очень часто К сожалению Причем страта-то не новая То есть эта стратегия Она появилась Практически тогда Когда Ну где-то спустя год После ТФТ Вот в обиход Она вошла эльфийски Ну ввиду ее очевидной Эффективности против андеда На определенных картах Потому что даже Несмотря на то Что у Люцифера Все было прекрасно С точки зрения Хараса Все равно Эльф прокрипился Очень хорошо А представляете Что бы было бы Если бы Не терял Так много юнитов Фоги А он реально терял Прям через чур Выпадает Хеллхаунд Как раз под диспл Дриад Дриады неплохо Штрафуют гулей 42 лимита На 50 Панда не прокачана Дриад Очень много Панда пустая В плане маны Падает первая коза Выщелкиваются Неплохо кстати Выщелкивает двух А и тут пошел Харас Венец благородца Забыл на базе Ну вот это вот такие ошибки Не заметил правда Венчик Тут Виспы не добывают Тоже ошибка Не у Фоги Вот такое вот бывает То есть он Иногда играет Абсолютно не собрано Абсолютно Вот что это такое Вот это вот что Кто объяснит Причем отменили Эту шахту Черт знает когда То есть она Опручена уже Наверное с минуту точно Минус 600 голды И с каждой секундой Все больше и больше Не должно быть вообще такого Ну когда ты играешь Против серьезного товарища Минус Венец благородца То конечно он Зачастую навязывает тебе Свою игру То есть ты По сути вся игра Построена на реакции На действия противника Ну то есть И ты реагируешь на его действия И он реагирует на твои И если у тебя все плохо То Часто бывает так Ну то есть Если противник Навязывает тебе свою игру Заставляет реагировать чаще Ты не успеваешь Или еле-еле успеваешь Отвечать на его Там выходки Ну то есть Прибежали герои туда Там Забежали гульки сюда Прилетели гарги харасить Там и 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 там Пытаешься И забываешь Те вещи Которые у тебя должны быть По плану на автоматизме Ну делаться Просто по умолчанию Перевести виспоп Заказать какой-нибудь апгрейд То есть Если Погич бы играл Против человека Класса ниже То вероятность Таких ошибок Она естественно Сокращается Вот Но Это Люцифер Поэтому вот Мы вот так вот Дриад можем терять На криппинге Да Оп Последний выстрел Да-да-да Поэтому у нас Разброд И шатание В армии Поэтому забываем Виспов Забываем выложенных героев Недоконтроливаем Арчейд Даем окружить троллей Количество ошибок В этой игре Чисто фоги Уже свыше десятка Ну так просто Тех которых Не должно быть Пробить Андеда Ему с козами не удастся Ему нужно сейчас Делать Т3 Обязательно Выходить в медведя Достраивать При этом Виспов налез Потому что С ним уже Колоссальные проблемы При этом Еще как-то Мешать Криппице Самому Криппице Но там уже Т3 Там уже Веселые молочники И 66 Лимит Улицы Хотела сказать Что панда Улетит тут же Но ей На помощь Могут прийти Рунные браслеты Лимит равный Но Это не Несопоставимый Лимит То есть Козы Едят Слишком много По сравнению С Блин И забыл Предметы взять Очень много Гарк Мега много Скелеты Далеко Дриады Не в позиции Арча Тоже Вины Пары Садится Прекрасно Люцифер Что по свиткам У него Один свиток Второй свиток Здесь останется Фогич Это ГГ В первой карте Не выиграется С таким лимитом Против такого Не выиграет Там урон Распределяется Отряд Мы покусим Убиваем всех Дриад Зачитываем Друг за дружкой Свитки Внимательно следим Чтобы после дыхания Прочитывался свиток Это классика Эль классико Понимаете Так играли Еще очень давно После того Кэндвул отпустит Панда умрет Даже несмотря на пропитый Бутылек Ей сейчас влетит Койл Нова Вангуем А нет Решил рейнджерку Бить Потому что у нее вообще Ничего нет Ни рунных браслетов Ничего Стафает Еле-еле успевает Снова откатывается Новая Можно Панду тоже забрать Панду 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 Нова Койл Синхронистки Такие гарги И падает Панда Но Поражение Более чем Закономерно Друзья То есть тут нет Такого что О боже Внезапно Напал И убил Не-не-не Все это И вследствие Правильно вовремя Поставленного Экспанда И прекрасного Хараса И потерь Которую фоги Понес Отмененного Экспанда Серия Большого Количества Событий Поэтому Ничего Удивительного Абсолютно Нет Тут даже Эмоции Подключать Смысла Никакого Нет То есть Типа Как проходит Сражение О боже Что происходит Все весьма Закономерно Панда Конечно Пытается Тут отбиться Аймшу Врубает Ну это Отчаянные Попытки Вины Пары Ой Чуть-чуть Не успел Улицфер Было бы Очень хорошо Если бы он Успел Еще увернуться От такого Дыхания Панды Да Без толку Просто Без толку Так Про испанский Речь Да Надо проверить Кто самый топ СНГ Эльф По твоему мнению На данный момент Ну В Не Корее Это точно Фоги Войска Вступили в бой Я не помню Среди китайских Вообще Эльфы нормальные Есть Среди китайцев У них топовые Хуманы Топовые орки Эльфов нормальных Я не помню А вот Корейских эльфов Очень много Хороших Это тебе И ремайн И мун Шай наверняка Уже там не играет Кто там еще Из корейцев За эльф Ну Фогит Как минимум Даже по Пессимистичному Прогнозу Топ 3 Эльф Мира Это вот прям Не сдается Фогич Но Там две базы Против одной Строящейся Вступили в бой Еще Минус В том Что Андед Это такая Раса Которая Практически Никогда Не прощает Крупные Крупные Проигранные Битвы Отданные Битвы То есть Все это Откладывается Хотел бы я сказать В жировых Окончаниях Ну В смысле У Андеда Но у них там У них там Жира совсем Никакого нет Ну ДК уже Шестой Практически Вот сейчас Козочку убьем И можно уже Ультить Абсолютно Спокойно Если есть Желание Конечно же Я уже не говорю О том что Третья Третья Третий Койл Вторая Нового Скоро Третья Нового Будет Опять Прекрасно Покусит Подрядом Вовремя Прочитывает Свитки Нового Влетает В рейнджер Рейнджер Умирает Очень быстро Это ГГ 1-0 В пользу Люцифера Лаулит Чек Ну да Не ну Чек Чек Вроде Тоже Сейчас Инектив Такой Я пытаюсь Просто Вспомнить Последний Голд Там Кажется Дальше Всех Дошел Как раз Ремайн С Муном Если я правильно Помню В жировых Окончаниях Ну Не Как Называется Я просто Что касается Жира Это не ко мне Вообще Вопрос Если только Образно Говоря Почему чай Не налил Да у меня есть сок Замечательный Апельсиновый Рич Рич Рекомендую 100% Апельсиновый Сок Да В складках Скорее всего Да Я хотел Складки Сказать Эхо Выбирает Фогич Это закончился Сок Все Что не осталось Заходим в следующую игру Лоу Лид с Муном Были Там Ремайн Танактив Лефон Декфакс Лежит Ко мне Видел Я Эту Гифку Положительно Сейчас Принесу Здесь Действительно Что-нибудь Попить Тем более Что сейчас Игра Пока начнется Туда-сюда В общем успеем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну как? Очень красивый матч, конечно, вчерашний Ладно, Эхо Айлс. Кстати, карта тоже весьма подходящая под нейтрального героя, но на этот раз Фогич выбирает стандартного героя, собирается играть через Демон Хантера, но... Ну, видимо, не наиграл он достаточное количество через рейнджерку. Схема-то та же самая, то есть надо брать... брать Хэппи, если, конечно, он даст себе взять Хэппи человек с... необычным характером и катать чисто рейнджеркой, чтобы вот за каждую арчу, за каждого тролля все отточить в плане криппинга, потому что по прошлой катке мне кажется, что именно практики в этой стратегии, она очень сильно просто отличается от классической, потому что эльф выступает в качестве хоть и пассивного, но агрессора на Т1, на Т2, там все накапливается. Из Демон Хантера, да. Да, я стримил футбол, из-за этого страйк получили на Ютубе, поэтому стрима на Ютубе сейчас нет. Я делаю локальную запись для тех, кто захочет посмотреть это в записи, она в любом случае будет. Ну и на Твиче, и до 3 стрима, так что можно в случае чего там посмотреть будет запись. Ярик говорит, у Хаппича нормальный характер, не надо так, настоящий мужик не прогибается просто. Забаньте, пожалуйста, Ярика, чтобы просто холивар не начинать. Можно даже так, по фыве, так. Серьезно. Бойска вступили в бой. Спасибо большое, скрипка. Не будем поднимать эту тему, развивать точнее, мы ее и так подняли уже. Так, Пух гнобил в Фоге, что он играет лишь одну страту, талонов Пух точно не гнобил, это не в его, он мог критиковать и тренировать как тренер. А если вторым героем не пивовара, было взять Алхимик. Алхимик тоже хороший вторым героем. Панды, конечно, носят... Не, они на самом деле после того, как кассетку подняли, приблизительно одинаковое количество урона наносят. Войска вступили в бой. Алхимик не дебафает, правда, врагов, но если мы говорим о горгулях, то грамотный игрок, конечно, винные пары как минимум одни контрит за счет формы, а потом с витками это все. Муравьед, ну, конечно, я придерживаюсь мнения, что надо давать как можно войска вступили в бой. Надо стримить на разные площадки для того, чтобы люди в случае каких-то там проблем технических или предпочтений своих могли смотреть все... Главное смотреть контент. Вот. Ну, поэтому, конечно, гудгейм это единственная наша любовь, портал, над которым мы работаем. МКЛ был совсем недавно, буквально вчера. Можно новость почитать, посмотреть, что мы за июнь сделали. Тралия неплохо сейчас подрезает фогич, но он опоздал по криппингу, ну, в смысле, не не подхарасил там, наверное, и сложно было как-то подхарасить. Да, пока бегали за троллем, андет уже у нас на базе. Нужны тролли для того, чтобы подбиваться. Ой, как бы эта игра быстрее предыдущей не окончилась, потому что арчи где-то гуляли, непонятно где. Приходится вытаскивать виспов, выпивать ману из мунвелов. Адеката уже второй. Надо его бёрнить. Хойлом откидывается хорошо. Четыре арчи, тем не менее. У фогича. Не-не-не-не, аккуратно! Нормально. Хорошо. Бёрн прокинул очень вовремя, не дал кинуть еще один койл деке. О, очень грамотный эксп от фогича. То есть он понимает, что он отбивается в текущей ситуации, и несмотря на то, что у него грейт делается, хантерс холл, все дела, он может контролировать деку. Без правды окружения. Вот, увлекся немножко преследованием. Это ошибка, безусловно, потому что аура-то есть. И арчам достается очень больно. Арча одна другую пытается спасти. Димка уходит чудесным образом из окружения. Сухим из воды вышел, конечно. Ситуация была плохая для фогича, но он уважение расконтролил очень хорошо. Кто-то там пингует. вступили в бой. Судья говорит стоп. Это только отвлекает просмотром. Так, ну, второй герой, на самом деле, здесь можно и нагу взять. Под такой агрессивный эксп. Может быть, даже нага с таким количеством арчей, с таким экспандом, она лучше зайдет. Понятно, что у нее перспективы значительно меньше, хотя в патче 1.30 будет мана-щилд в два раза более эффективный. И может быть... Тут, кстати, тоже нага. Нага до One Dead. Это еще одна причина, почему лучше сейчас взять тоже нагу. Потому что отбиваться от вражеской очень важно. Лорницы надо бахать сразу. Первая пошла. База достраивается. Диму сразу кайлят. Арчам нужно выдвигаться на таверну для того, чтобы... Ой, опасный момент. Опасный момент. Одна Арча должна была уже бежать на таверну и выкупать нагу. Или он строит кого-то? Не, не строит. Не, он хочет взять нагу, но не может. Пробегает мимо Андетта. Димка понимает, что в этот момент он должен так хорошо тут еще аов будет прикрывать. Да, нога. Вторым героем срочно бежать. Нужно прикрывать и аов, и экспант. Дожидаться кровь из носа у Арчей. Дима на персоналочке улетает домой для того, чтобы подлечиться. Алицифер неплохо. Забирает пока что зеленую точку получает скелетов и планирует харасить экспант. Хороший берн. Дима окружает. Ё-моё, это минус ТП. Нет, не минус ТП, хорошо выходит из окружения, подрезая еще при этом гулю. Отконтраливай, отконтраливай, отконтраливай! Подрезает гулю, теряет Арчу. Дима рискует. Надо к Мунвейлу отступить, надо Арчи подконтролить и по гулям работать, работать по гулям. Возможно, еще одного виспа вывести. Нет, не будет выводить. Хорошо, подрезает еще одну гулю. Надо додряд дожить. Первая дрядка идет. Подводит еще одного виспа, подрезает еще одну гулю. Здесь рядышком уже очень близко, очень близко андет. Ой, в смысле нейтралы близко. Еще минус одна гулька. Димке надо было, конечно, бутылек. Отличный диспл, минус два скелета. Сейчас надо вернуться, отхиляться, закупить бутылек и с первыми дрядами сразу идти ставить базу. В принципе, тут АОВ справится, но если туда метнется андет, он, судя по всему, не собирается отставать, потому что скелетом проверяет и андетовская армия возвращается. Дима уже надо сейчас на нагу, наверное, нет, хотя нет, нам нужно жить на Т2. То есть строим коз, ставим экспант, крипимся, 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 отбиваемся, отбиваемся. Пока что надо просто поставить экспант. Андет уже бежит вперед. В принципе, у него не такое большое количество гулей, с козами можно это все дело кайтить. У нас есть телепорт, кстати, еще. Тоже классно, что можно... А, и он еще крипит, при этом маркетплейс. Попутно восстанавливая себе жизнь и ману, прокликивая тележку. Нага получает второй уровень. Дима далеко не третий. Ну, осталось не так много, на самом деле. Так, виспи пошли на разведку грамотно. Выпал посох высасывания маны. Хороший предмет. Нычка скоро будет работать. 45 лимита. Нам бы закрепить еще лагерь наемников, для того, чтобы и купить троллей, и получить тот самый третий уровень демон-хантеру. Коза не доконтраливает, она сразу получает башню, куда ты, куда ты, ну, что же ты делаешь-то опять? Вот, не нужно было вот так козу доводить до греха. Ждем леча, ждем арбу, видимо, да? Да, леча выходит, как раз здесь барак прекрасно доконтраливает, чтобы ни в коем случае не добил, там, лишнего удара не сделал. Протектор, великолепное решение на экспанде. На мэйне-то защититься можно, там, деревья помогают, мунвел опять же есть, а вот на экспанде дополнительная защита очень нужна. Абом, это свидетельство, что сейчас пойдет Люцифер в атаку, закупил еще бутылек маны, 50 лимит, у него хороший лимит. Мойска вступили в бой. Фогич крепится отлично. Опять, вот он подставил козу, и она до сих пор терпит. До сих пор терпит. Попытаться купить цветок лечения, но уже не удастся это сделать Димон Хантеру третьему, увы. Нага третий, наверное, второй форкет надо будет взять. Да, Дима прибегает, но единственное, что он может делать, это прописать моноберн второй. Перегруппировывается в фоге, чему нужны мунвелы, и он завтыкал с мунвелом на лимит 60. Это ошибки. Еще один мунвел делает. Заранее покупает бутылки, это единственный способ потратить сейчас с пользой скопившиеся деньги, а противник будет атаковать. Атака, возможно, даже будет только одна. Ее нужно... Ее нужно... Сейчас должно было быть уже в лимит 60 у него, на самом деле. Если бы он не завтыкал. То есть, несмотря на то, что даже закупил бутылки, у него все равно есть еще 400 голды на руках. Козочка хорошо видит, что здесь враг. Очень сложно андеду на самом деле пробивать здесь будет. И есть барак, и есть протектор, который дпсит. Дика. Койл нова, форкет, сразу пропивает бутылек. Очень больно демон хантеру. Став тут же ловит демон хантер. Нага подставляется, но есть тоже бутылек, ловит койл, протектор работает. Козочки еле-еле держатся. А где форкет? Форкет пришел запоздалый. Есть мунвелл. Нага койл нова, пропивает бутылек. Еле-еле уходит, но кое-как уходит. Но, так, есть койл с новой, и нага это минус точно. Трехочковый минус нага. Дима рядышком, но у него тоже проблемы серьезные со здоровьем. Нельзя здесь сражаться ни на протекторе. Приходят новые нейтральные мобы, огур-солдат. Слоу есть, голема отдает. Зря. Тут не успел с... Не доконтраливает. Фоги просто не доконтраливает. Дима возвращается, пытается купить свиток, наверное, ему нужен. Свиток и нул. Но в это время, пока его нет, очень серьезно разуплотняет всю оставшуюся армию. Да, свиток покупают, у Димки 300 хп. Его просто... просто под... под АО вам, под протектором ушатывают. Да. Все-таки ушатали. Там еще есть мана на Койл. Димка не может подойти, нормально. Перенимается уже за протектор. Протектор пытаются вычинить. Сейчас Койл нова. Свиток пропивает, Димон Хантер пытается как-то отковыряться. Маны на следующий Койл больше нет, но обсидианки все равно работают. Личка пока работает. Если была бы Нага, то можно было как-то еще продержаться, но... Он уже накормил Андеда 56 лимита, улиц Сфера, к сожалению, тут уже... Там Т3 же... Нет, Т3 не нужен. Надо было как раз на Т2 козами отбиваться. Уже три мясника. Сзади подходят козы, ловят сразу с рейнджа и от Наги, и от Лича, и в общем, беда. Приходит Димка, делает моноберн, лич пустой, протектор. Сумасшедшее количество урона уже нанес за свою карьеру, но... Минус обсидианка. Дима не может просто нормально подойти из-за хорошего фокуса. Арба, стрелочка. Войска вступили в бой. Пытаются дриады как-то развлечь. Подъезжает уже труповозка, которая начинает работать про протектору. Она может поработать и под дриадом, если понадобится, тоже с бонусным уроном. Нага выходит, Нага пустая, Нага идет закупать бутылек, в это время теряет огру солдата. ДК получает четвертый уровень. Кстати, притащил кто-то из, наверное, да, это один из Койлнова. Монобер на ДК. Там есть бутылек, и Дима отсюда на телепорте должен улетать, но он даже телепорт не прожимает. Лича, правда, подрезает. Вот он нажал бы телепорт, убил бы Лича, можно было продержаться еще здесь как-то. Фокус по Наге. У нее инвул, а я не убить никаким макаром. И там есть Койл, это минус Нага, это ГГ безусловно. Так что Фогич занят... А, видимо, решил на магазин не идти. Да, не рис... Форкет хороший, инвул на последних секундах врубает вражеская Нага. Пытается убить Митвеган. Сражается, конечно, Фоги до конца, может быть, даже и Нагу вражескую подрежет. Смотрите, она очень битая. Она очень битая. Она очень шустрая. Нага ловит еще один Койл. Там есть еще мана на следующий Койл. Свадриада блочит Нагу. Там подрезают, правда, вражескую Нагу, но здесь будет Койл минус наша Нага. Поиска вступили в бой. Нага ловил ап и лови Койл. Лови, лови, родная. Мана щилд прокачивает минус Лич! Я этого не заметил, что там Лича выкупили в таверне. О-о-о-о! Кажется, кто-то готовится к патчу 1.30, но, конечно, контроля не хватает, к сожалению. Пытается убежать, подрезать... Не, ну он может еще раз кайтить. Беги, родная! Со свитками, со свитками, со свитками. Свиток лечения, отлично! Еще Абома! Кто-то прилетает сюда на персоналке. Это демон Хантер! Демон Хантер! Он может расконтролить! Да ладно! Тихо, аккуратно, аккуратно. Передай свиток демону. Моноберн пропиши по деке. Моноберн по деке. Отлично! На 70 Моноберн. Тележку выщелкивает. Инвул есть у нашей Наги. Она может еще справиться. Тут Абомы, конечно, травят, душат Абомы. Надо Инвул прожимать. Инвул! Инвул! Или бутылку? Бутылочка, бутылочка! Давай, давай, давай! Ну, бутылочку! А, Ману. Потому что бутылка в КД. Нага пытается уйти. Дрядки встречают. 46 лимит на 44. Да ладно! Вытащить может! Тут раскатили Абомов. Ой, смотрите, как унижает Дрядка Абома. Раз! Одного! Тут, правда, Митвеган стреляет, минусует протектор. В это время ДК отступает. 36 лимита. Еще где-то подрезали Абома. Блин, рано я Фогича списывал со щитов. Еще можно расконтролить. Сейчас еще Митвеган убрать. А его можно убрать. Сейчас кого-нибудь сюда послать и будет отлично. 52 лимита у Фогича. Он еще подрезает одного Абома. Нага танкует под мано-щитом. Да ладно! Да ладно! Господи! Войска вступили в бой. Да, отковырялся. Чудеснейшим образом. Просто на таких лалах. Так недоконтроливаю, еще так отдавая. Но все равно справился. Молодец! 44 лимита у Андеда. Все равно еще далеко не все потеряно. Ну, для Люцифера имею в виду, потому что герой у него высокоуровневый. Да, он не продавил экспант. Да, он потерял двух своих героев. И это, конечно, серьезная потеря. Митвеган минус. У него армия, это всего ничего. Один Митвеган, который в таком лимите не очень помогает. Пара гулей, герои, и третий герой воскрешается. Еще пара, правда, мясников там делаются. Абоминейшнов. Очень битые дриатки. У нас есть с вами еще один свиток. Надо подрезать, не давать противнику прокачиваться на его точках, потому что у нас с вами есть инициатива. Экспант у нас работает. Можно Т3. Кстати, заказать. Т3 заказан. Великолепно. Подрезает еще Огром Мага. Шикарно. Перчатки скорости. Окей. И подходит Андетт. Прописывать Берн хочет Демон Хантер, но тут же реагирует Люцифер. Давай еще дриатку на криппинге потеряю. Не, не потерял. Хорошо. Последний выстрел не смог сделать. Сейчас главное не торопиться. То есть надо сейчас делать Берн, разменивать ХП на Реджувы. Ну, в смысле, да. Вот Берн на Реджувы, так скажем. Нужно перекупать все свитки, все инволы, все, что есть. Деньги у нас есть. Мы молодцы. Две козы как-то увлеклись. И тут одна отдалась. Не очень хорошо. Два инвола. Один Димке передать. Три перчатки скорости у Демон Хантера. Он постоянно, даже сильнее бонус идет, чем от стандартного Бладласта. Колоссальный бонус по... И сейчас можно крипджекнуть. Очень рискует. Сейчас Люцифер понимает, что ему нужно крипиться. И крипджекает очень вовремя. Фониш, вы посмотрите. Приходит по четкому таймингу. Почему-то Моноберн делает в мид... В этот... В тележку. Хотя... Был... Минус Гуля. Короче, минус... Ой, сколько тут молочников-то веселых. Надо дожить до Т3. Надо дожить до Т3. До... Медведей в форме. Пока сражаться не стоит. Койл нова. Где став? Став не на КД, но... Моноберн. Моноберн хороший на соточку. Приходит вражеская Нага. У нас есть с вами телепорт. Нужно ли... Нужно передавать телепорт Наге. Нужно уходить. Моноберн еще один пропит... Ох! Ох! Что ты... Персоналочка. Ушел. Так, все. Собрались. Т3 есть. Делается апгрейд на медведей. Хорошо. Делается... Древо ветров. Для того, чтобы контрить потенциально дестройеров. И... Фроствермов. Но там ни того, ни другого, скорее всего, не будет. Потому что банально с одной базой денег маловато. Идет андет на вражескую... Ну, на эльфийскую базу. Здесь мы рычим. Делаем реджувы. У нас есть инволы. Еще бутылек жизни бы приобрести арбу. Взяли, конечно же, арба важнее. Противник давит. 47 лимит. На 65. У нас есть медведи. Все хорошо. Виспов выводим. Инвол перед тем, как влетает Нова. Моноберн великолепный. Чтобы Койл не правил. И виспы, виспы, виспы. Койл. Дестройеры появляются. Срочно диспелить. Мимо диспелить разок. Демон Хантер начинает терпеть. Ему передают. Ему передают. Ему не передают. Ему не передают инволу. Что ты творишь-то? Господи. У него не было слота на инвол. Поэтому инвол не был передан. Нужно срочно восстанавливать таверни. Демон Хантер пытается это сделать. Фогич у него все равно. Ситуация довольно хорошая. Убивает одного бома. Фокусит Дестройеров. Подходит Новый Медведи. Под Риджио много. Откидывает. Один выстрел. Второй. Хорошо. Фокусит. Медведи, правда, терпят. Дестройеры тоже терпят. Что у нас по деньгам? Денег нет на Демон Хантера. Увы. Нет. Демон Хантер уже здесь. Только давай инволч. Инволчика нет. Став. Хорошо. Лич умирает. Умирает Лич. На последний хитак умирает Мидвеган. Это гудгейм. Это 1-1. Великолепная игра от Фоги. Он просто... Он сначала лажает, а потом камбэчит. Ну, прекрасно же. Я уже все его похоронил. И заказали мы там ему место такое скромненькое. Рядом под релом жизни могилочку ему там с виспом крутящимся. Но он не сдался. Вот это игра. Вообще. Ну, у меня один вопрос. Зачем загонять себя в такую ситуацию, с которой ты потом еле-еле на чудесах, на каких-то невероятных мувах выезжаешь? Зачем? Может быть, не стоит косячить вначале? Не, я бы вышел, конечно. Ну, я просто не смог бы вытащить из такой ситуации. Ну, вот и все. Решающая третья карта. Last Refuge. Сможет ли Фогич войти в топ-3, одолея в корейца? Привет, Росбрейн. Росбрейну отдельное спасибо. Он десяточку занес в призовой фонд этого турнира, который приближается к 20к. Люфо-3. Заходим. Ему нужно мотивация, без мотивации он не тащит. Да. Там на чудесах просто все, все на чудесах. Ну что, всем еще раз добрый вечер. Отличные катки, конечно, у нас сегодня уже получаются. Впереди еще финал. Хэйпи против Фокуса. А Фоги тут просто рвет и мечет. В матче за третье место. Все для зрителей, кому нужна унылая стопроцентная победа. Угу. Счет 1-1. Да. Третья решающая карта. Last Refuge. Косматрик говорит, я ни хрена не понял, но Микер передал эмоции. Так в Warcraft и познавали, я помню. То есть... Без эмоций действительно оценить сложно происходящее в игре. То есть даже если ты будешь давать всю ту же самую или даже более полную информацию по... По юнитам, по раскладу, по лимитам, по уровню героев, по шансам. Да. Да. У меня еще в финалочку включился старый Микер, визжающий эмоционально. Я не знаю, это не контролируется штука, но я поймался на мысли, что... Раньше так комментил Warcraft. Что-то так щелкнуло ей вперед. Ну, болел. Чего? Ну, он, Фогич, опять загнал нас в такую ситуацию, что... Сначала мы уже рукой махнули и смотрели, как он там выживает. А потом, как он камбетчит. Ладно. Здесь также у нас будет Demon Hunter первым героем. Никакого... Никакого нейтрального героя. Encore, спасибо большое за переподписку. Всем большое спасибо за то, что смотрите, за то, что... Саппортите. Это... Это важно. Почаще лови себя на этой мысли, говорит импрезов. PUBG это сделать невозможно. PUBG это... По сравнению с Warcraft'ом... Хрень, а не игра. Без души. Ну, затягивает скотина. Ну, я не сом... Оооо! Я хотел сказать, что я не сомневаюсь, что Люцифер будет играть по предыдущему плану. И он берет первым героем Дредлорда. Вампосик. Вампосик, герой замечательный. Он хорош многим. Во-первых, Слипа кружил и убил. Ну, Слип еще сделали дешевле. Отличные, отличные заклинания. Гизейблит. Убивает местами, если окружение есть. Сварм великолепен. Тоже его подняли. На технику действует, но эльфам плевать. Войска вступили в бой. Аура вампиризма шикарная. Шикарная. Это лучшая по статам боевая аура для... Ну, для милишных в данном случае. Как бы лучшим по статам ничего нет. Трушот в стороночке. Паладиновская аура вообще стыдливо там в уголке стоит и не высовывается. А вампиризм это топич. Скорее всего будет экспант. Ну и, конечно же, Инфернал, безусловно. Топовый ультимейт, который бах, и все. Земля сразу горит. На него действует вампиризм. Начинает раздавать хаос-дэмэджем по всем. Ну и самое главное. Это то, как Дредлорд умирает. Он крутится и... Летучие мыши во все стороны. Самая классная характеристика Дредлорда. Люблю его. Если серьезно, Дредлорд отлично подходит для постановки экспанта. Я не вижу Акалита шестого. Он должен быть типа в заказе сейчас. Если он действительно собирается ставить экспант. Потому что Дредлорд чем хорош? Ты на старте идешь, ставишь базу. Если кто-то к тебе приходит, ты слипа кружил-убил. И все, и профит. Инициатива у противника потеряна. У тебя база строится. Ты молодец. Вот. И сейчас, кажется, Демон Хантера на гулю заманивают. И это Слип. Слип. Окружил. Справа по... Да. И бьем. Минус ТП. Первый раз прощает. Первый раз это минус ТП. Косматес подержал на косарик. Нет, на 10 косарей. Извините, что так поздно. Но для капнуть в фонд надо будет... Ну, короче, призовой фонд турнира надо на 10 кап повысить. Это не мне донат, это в турнир. После этого матча, напомните, пожалуйста, в чатике как раз вот будет финал готовиться. А я пойду закину в призовой фонд турнира. Вот. Фогич проверку первую не прошел. Он делает... Берет посох телепортации. Но, насколько я помню, перезарядка у Слипа очень быстрая. И свиток телепортации тебя особо не спасет. То есть он потратит просто дополнительный один слип. И все равно тебя к чертовой бабушке убьет. Поэтому... Тут надо быть вдвойне осторожным. Ну, не ставят почему-то базу. Не, не ставят базу. Каннибализм для гулей. Блин, какой-то креатив от... Шикарный. Ладно, Фогич крепится. У него там агила. Ему сейчас... На самом деле, ему нужно на плотность девайс. Какие-нибудь там... На силу, на здоровье. О, она крепится. Приходит, усыпляет бдительность огро-мага. Тут ничего не делает. Спит очень долго, крепко. А он без вампиризма, что ли, играет? У него с варма слип. Том оф экспириенс еще. О-о-о-о. Гулей с каннибализмом начинает жрать трупы. Блин, так... Так играли, черт знает когда. Но сейчас слип еще лучше. У него же там... Смотрите, как он бегает быстро теперь. Ему же еще скорость перемещения дредлорда подняли. С ботинки... А, он будет виспов свармить! Сейчас, если виспов кучу соберутся... Минус один. Не жалко тебе соточку на виспа? Слип на демон хантера. И побежал. А демон хантер его не догонит просто. Дредлорда не догнать. Обидно? Войска вступили в бой. Просто обидно. Дредлорд бегает. Он просто... Он соло-герой. Побежал искать экспанд. Проходит, смотрит. Не закреплено. Побежит направо искать строящуюся базу. Фогич грамотно мониторит экспанд, чтобы... Ну, дредлорд есть? Значит, нычка может быть. Нет, нычки нет. Так, дредлорд убедился, что тут тоже экспанды нет. Дима наглый. На самом деле наглый. Алхимик вторым героем. Лечение, кстати, очень хорошо может заходить. Лечение же тоже подняли. И скорость алхимику тоже подняли в последнем патче. Осидочку для того, чтобы лучше... Быстрее крепиться. Минус броня все-таки. Ой, неуязвимость упадает. Прекрасный артефакт. А тут Диму окружили, убили. Не, он нет. А, есть мана. Опа! И все. И второй слип. А я говорил. Я говорил. Я говорил, что персоналка не контрит. Слушайте, старика Майкера. Он же в варкрафте-то разбирается. Фогич молодой. Вынуждены выкупить Демон Хантера. Понимаете, сейчас еще четвертый левел-то Дредлорд. А там, где четвертый, сейчас логика пойдет. Чувствуете? Полет мысли. Четвертый ближе к пятому. Пятый ближе к шестому. Шестой инфернал. Бх, гг, все. Ничего нет. То есть нельзя кормить Дредлорда. Ни в коем случае. Опасный герой. Хорошее лечение от Алхимика. Дредлорд прибегает. Подрезает Арщу. Подрезает Троля. Ой, как он унижает. На, минус Троль. Ну хотя тут бегай-бегай, да не зарывайся тут. Два скелета еще на Арчу полезли. Куда вы? Сейчас развернись и хедшот в одного, хедшот во второго. Давай, по красоте. Уааа. Я прям так хотел, чтобы она это сделала. Арча молодец. Так. Интрига. Полная. То есть тут вообще непонятно, как будут события развиваться. С одной стороны, у Андеда очень классный герой, которого он умудрился прокачать. У него явно есть какой-то план, наверное, сейчас адреналин гулям. Да, да. Это же дичь. И храм проклятых. И скелеты. Ну, логика понятна. Приходим. Соло Дредлорд. Ооо. Я помню, классик у нас играл по схожей схеме. Смотрите. Это просто... Ну, это банально. Это банально, но работает. Приходит Дредлорд. Четвертого, пятого уровня. С гулями под Френзи и Некросами. В любом случае, трупы будут. Либо это будут трупы Арчей, Дреа, там, не знаю, кто у эльфа там будет умирать. Либо это будут трупы гулей. Соответственно, будут появляться скелеты. Скелеты появляются. Ну, эльф же их может диспелить виспами. Но не тут-то было. Дредлорд делает сварм. И со второго сварма сдувает всех виспов, которые попадают в поле зрения. Изи. Получает экспу. Получает пятый уровень. А после пятого, вы помните, по схеме шестой получает. Инфернал, бах и гг. Ой, сейчас будет жесть. Почти пятый дредлорд. С крестом. Ну, а для Андеда крест... Эй! Ну, мог бы хотя бы отыграть по ПРПГ. Реинкарнация, Андеда и все дела. Ну, вот. Фоги чего-то время поставил, соответственно, базу. Кое-как. Получил Хеленвард, который ему помог закрепить без особых проблем мастерскую. Продолжает крепиться. Ему нужно наваливаться на абсолютно любые точки. Дриады не особо помогают. Потому что там мидвеганы еще. Трубочки загружать будем. Да, обязательно будем. Эксгумацию делает. О-о-о. Чтобы это законтрить, нужно очень постараться. Хеленвард ставить надо здесь. Хеленвард! Ну, Хеленвард, ну ставь, ну, е-мое. Ну, что ты мучаешь-то людей? Ему нужны феррики. Ему нужны перебор по виспам. Чтобы они с разных сторон нападали. Чтобы с вармом не задевалось много виспов. Он без ферриков собирается это делать, да? Феррики нужны. Ой-ой-ой. Два кольца брони. Алхимику прекрасно. Плюс 5 и 6 брони к двоечке стандартной. И сейчас идет атака. Он не будет брать героя второго. То есть у него и четко все под лимит. Ему нужно соло-герой. Потому что он получает еще бонус. Как соло-герой. На 20% по получаемой экспе. Спайкает, говорит Фогич. Сейчас будет дичь. То есть слип на Диму. Гули вперед. Съедают все к чертям собачьим. Подходят виспы. Делаем сварм. Появляются скелеты. Это вся гопша идет на экспант. Который по таймингу только-только построился. Не успел окупиться. У Фогича шансов, на мой взгляд, крайне мало. Ну опять же, это же Фоги. Он опять начнет выкручивать руки. И вытаскивать какие-то немыслимые козыри из рукавов. Выправляя ситуацию. Светок лечения. Ох. О, пошли первые скелеты. Причем рейнджевики. Они же еще прекрасно атакуют дриад тех же самых. Виспов, виспов, виспов с точки сбора просто. Что с экспанда нужно, что с мейна. Это один из инструментов. А, виспы сверху, смотрите. Дроп виспов. Ох, вот это да. Вот это кудесник. Все четыре виспа. Великолепно за... Так, но новые, но новые, но новые скелеты появляются. Левел ап. Слип третий. Спит, спит, спит. Демонхантер его тут же будет, правда. Еще виспы нужны. Еще подходит висп. Снова еще диспл на шаманов. Ой, на некросов. Инвул пошел. Лечит, лечит, лечит. Алхимик старается. Вроде от... Ну как отбивается. Где диспл удрят? Подконтраливает. Старается. Беорн, Гули, жрут при этом Мунвелла. Диспл, диспл, диспл пошел. Хорошо, держимся. Дредорд наполовину шестой. Хеленварк, смотрите, в каком месте. Прекрасным, что его хрен собьешь. Диспл отличный. Отличный диспл, правда, заделал Алхимика. Но ничего страшного. Зато задел вражеского героя. Алхимик живет. Выпивает ману. Кинуть оситку. Надо прям в кучу этих некросов. Отлично, оситка влетает. Мунвелл, правда, минус. Гули жрут. Дредлорд. Все, еще наполовину шестой. Живем, ребята. Это одна из последних атак. А он, наверное, нет больше аутов. ГГС, победа! Блин, как он дропнул виспов. Ай, из дирижабля. Как вообще подпустил с таким большим количеством рейнджовых товарищей. И дирижабль так своим некрасом. Даже не попытался развести их. Как-то не попытался фокуснуть. Но, в общем, Фоги отыграл прекрасно. И занимает третье место. Обыграв, все-таки обыграв после первого поражения серьезного, серьезного соперника, лицефера. И сейчас время финала. Так, я пока не забыл. Сейчас пойду начислю в призовой фонд еще десяточку, которую занес Космата. Спасибо тебе за пополнение призовой фонда. Сейчас игроки порадуются. Для императоров будет дополнительная мотивация давить. Так, пополняю призовой фонд. Сумма поддержки 10к. Поехали. Скорее всего, они уже успели сто раз черкнуть карты, поэтому игра начнется совсем скоро. Волшебный огонь, друидов и осидка стаковится? Конечно. Это разные темы, абсолютно. Еще можно лить Чуевской арбой, туда бахнуть. Это стаковится. Призовой фонд 27267 рублей уже. Это очень здорово. И это все главное силами комьюнити. Это на гудгейме все. Корейцы. Так, на план драйс или будут играть первую? А нет, они черкают еще. Они черкают. Странно, что они черканули до этого. Норма, кстати, пополнить призовой через майкера без комиссии ГГ. Но там все равно есть комиссия, насколько я понимаю. Типа занеслось 10, но все равно 10% будет удержано. Ну, во-первых, потому что сайту нужно развиваться. Нам нужны средства тоже, естественно. Во-вторых, потому что, когда ты выводишь средства победителям, ты в любом случае тратишь проценты на перевод, в зависимости от того, куда это все пойдет. Ну, на некоторые турниры мы действительно убираем комиссию от сайта. То есть работаем в минус. Но, да. Представь, как Люски горит. Да Люски не горит. Люски товарищ, который играет в Warcraft уже, не знаю, лет 15. Для него это... Ну, что ж. Бывает. Так, Alive 1. Уже игру создали. Я не пропущу в любом случае. Если что, мне тут и судьи напомнят, и зрители в чате напишут. Фоги не рад по таймингу донат после фокуса. Ну, что ж поделать. From Odessa говорит, бабло перекинь в фонд. В смысле? Мы же сразу закинули. И в чате это образилось. А, Turtle Rock у нас. Turtle Rock? Окей, я, видимо, не... Перепутал карту, которую черкнули, с той, на которой будет первая игра проходить. Бывает. Ничего страшного. Заходит англоязычный кастер, из Back to Warcraft. Нео. На ГГ есть игнор лист. Стоит ли ждать добавления френдлиста? Френдлист у нас будет в любом случае. Уже есть задача. Даже нарисован, насколько я понимаю. Плюс для хостов френдлист поможет. Все готовы? Поехали. Итак, самая главная серия на сегодня. Это финал турнира. Это Корея против России. Честь России защищает император Дмитрий Костин. Он же Хэппи. Играет за андедов. Ну, а честь Южной Кореи... Защищает один из лучших, если не лучший на данный момент игрок. То есть из той же самой Южной Кореи. Фокус. Подождите, а на голде же фокус выиграл, да? Фокус или Лин? Лин, кажется. Я опять... У меня память. Что фокус, что Лин. Флай. Флай нормально сейчас. Китайский Орг. Помню Орг. Спасибо, демонологи. Тиаш. А, Тиаш вообще там победил. Черт. Черт, точно. Тиаш, да. Могот. Тиаш лол. Блин, лучше мне вообще тогда не вспоминать. Инфи. Да, точно. Инфи. Помню Орг в финале был Флай. Угу. Все тёрки на одно лицо. Да, зелёные. Морды круглые. Глаза красные. Скай. У меня Скай уже не играет. Ну что, если вы хотите посмотреть, как кликает император, вы можете переключиться на соседний канал. Я думаю, что Хэппич там стримит. Я, естественно, никуда переключаться не буду. Мне и здесь хорошо. Блэдмайстер ДК. А чё, Хуманами никто не играет? В смысле? Играют? Вообще, турнир открытый. Если хочется показать силу Альянса, ну, подвинуть Хавка, например, там, что-то он засиделся, можно прийти и за Альянс катнуть. Показать, как надо. Да, можно смотреть на мультиггг. Две трансляции. Ссылочка, сейчас добрый человек, наверное, в чатик скинет, что можно было смотреть и этот стрим, и, собственно, стрим Хэппи. И читать оба чата. Когти выпадают. Плюс девять. Блэдмайстер. Довольный. Улыбка до ушей. Хэппи намеревает. Цеп закрепить эту точку. Войска вступили в бой. Хавка сказала, что он теперь орк. Так быстро не переобувается. Пару сотен игр ему нужно сыграть, для того, чтобы вернуться к Альянсу. По крайней мере, первый раз. Ну, понять, что как-нибудь. Орков нет. Архмага. Ополчение. Таких эффективных кастеров. Ой, не добил Хэппич. Последний выстрел делает все-таки. Финдом. Ну, а тут уже рядышком фокус. Который готов, видимо, приняться за Деку. Ну, надо разрядиться, по крайней мере. А, нет. Не нанес удар. Классно. Будет черепаха. И при этом сразу приключается на Деку, чтобы атаковали по скрипту нейтралы Хэппича. Хэппича. Ну, вот, за Хэппи приятно смотреть. В том плане, что он не делает с точки зрения исполнения грубых ошибок. То есть, у него все очень четко. Отработано тысячами, десятками тысяч, наверное, все-таки игр. За это время-то он успел наиграть приличное количество. Ой-ой-ой-ой-ой. А, и спрятался тут же. Там заблочили просто свои скелеты и вражеский Блэйдмастер. Ну, наполучал, Дек, наполучал. Блэйдмастер заходит прямо на базу. Нерубка еще не готова, но... Дальше решил не рисковать. Просветка есть, Койла есть, Фокус есть. Как бы можно и не убежать оттуда. 26 на 25. Тут особо по лимиту никакой разницы нет. С эхавтором-героем. Просветка очень хорошая от Хэппи. Перебивает лечение у Блэйдмастера. Тут врубает скролл в спид. Но там даже Кайлом не добить. Окружает Гранта. Двое еще подходят Хэппи. В инвиз уходит. Ой, хороший Койл! Провокация на просвеченного Блэйдмастера. Правда, теряет финда битого. Но Койл надо было тратить в этого. Ой, это унижение просто какое-то. Да, еще один Койл. Чтобы не отдавать. Опа! Красавчик! 2,5 уровень. Блэйдмастер битый. Блочит еще Финдом! Хэппи спланирует еще одного Гранта подрезать. Хочет на него Койл потратить. Не на Финда, а на Гранта. Красиво! Он с этим плащом, который выпадает с вероятностью 1 к 4, но есть на двух точках на самом деле вероятность, соответственно, выше. Но он с ним великолепно отыграл. И ушел от ненужного урона. И поучаствовал в окружении, хотя физически не мог перенести тот урон, который по нему мог бы влететь. И это было, конечно, очень красиво. Прямо, прям четенько. Ладно, выходит СХ. Он агрессивно настроен, потому что знает, что ДК очень бит. Ну и плюс ему хочется мстить за Блэйдмастера. Хэппи не может так просто взять и выйти, потому что там Блэйдмастер выходит, и СХ уже точно есть, поэтому он ждет. Может даже бутылек сейчас прикупит. А может и не прикупит. Пошла бойня, делается лич. Наглый, конечно, фокус скрипится. Подрезал предмет, ушел. Четко по таймингу, а гад. Так, ну, Хэппич на самом деле вот эту вот точку закрипит. Отлично! Сразу фрост армор. На случай, если противнику захочется вылететь сейчас из виндвока на спидах и хекснуть ДК и попытаться его убить, уже не захочется. По крайней мере, вероятность этого события, она уменьшается. Ой, какой все-таки Аркадий фокус. Как он крепится? Кажется, мы увидели, чтобы противник направо уходил. Нет? Не увидели, не увидели. И он будет выбивать из троля. Наверняка рассчитывает на какой-нибудь вампиризм. Классно вытанковывает пирсинг, но не совсем классно, потому что главный тролль, главный ДПСер стреляет по гранту. Не доконтролил. Фокус немножко. Первый Блэйд, первый СК. Томов Экспириенс. Ну, конечно, конечно. Я Орк, мне выпадают рунные браслеты и Томов Экспириенс на этой точке. Ну, ясно. Ну, ладно, Хэпич, конечно. Ему выпадает тоже неплохой предмет, очень даже неплохой амулет маны. Войска вступили в бой. Три-четыре лимита. Тут подрезай, не доконтролировать. Немножко фокус видите на черепахшиках. Немножко его рейдера подрезали. На город напали. На город напали волки. Хэпич пытается прокрепиться. У него третий уровень и почти второй лич. Блин, да ладно. Что, ТП отдавать, что ли? Перчатки скорости. Да, телепорт. На спидах уходит Орк. Вот наглец. Обсидианка наша жива зато. Султерхаус тоже живой. Это не спасет его от гнева императора. Да. У императора память хорошая. Но все-таки надо ТП взять. Вынужден Хэпич сейчас потратить 250 голды для того, чтобы вид телепорт. Это и спасение Орба сразу. Извините, я не знал, что он Орбу еще не купил. Нет, телепорт нам, видимо, не нужен. Самое главное сейчас далеко от базы не отходить. Передать Орбу личу. И фокус, и Хэпич крипят одних и тех же черепах. Блэйд Мастер и СХ наполовину третий. Здесь, соответственно, будет второй Ильич. Ну и предметы. Предметы очень важны, какие там будут. Блэйд получает Скрулл в Забист. Удачи тебе с этим предметом. А у нас большой бутылек жизни. Орба у лича. Гули в бою. Он даже отступает прям четенько под последний выстрел. То есть уже Гули демонстративно отворачиваются от двух черепах. Долетает выстрел Финда. Долетает выстрел в одну черепаху Финда, в другую выстрел от лича. И черепахи, как в этом, в голливудском кино за спинами у Гулей, умирают. Просто все. Красиво. Просто красиво. Третий герой Таурен. Попытка поставить там вышку и с выходом на экспант не увенчалась успехом. Потому что император обо всем знает, естественно. 41 Лимит попытался... Да, он просто закупил себе инвульчик. Кажется, будет какой-то замес, мне кажется. Лезет что-то очень нагло в фокус. Хотя у него нет оснований лезть. У него нет 3-3. И все, первый Таурен. У нас как бы арба. Но под... Понеслась, в общем-то. Арба. Есть хороший Койл по Финду. Пытаемся спасти нового под Блэйдмастера. Стомп великолепный. Вот Хэппи не успел подлечить Финда. Койл хороший. Финда у нас уже успели съесть. Да как так-то? Ну... Получает 3-й левел СХ очень плохо. Перегруппировывается. В 3-й левел. Ну хотя тут подрезается еще, скорее всего, один Финд. Хороший Стомп. Подрезается Гуля. Хэппи хитн дранит. Но 35 лимит на 39. Причем часть лимита у нас находится в Кадое. Хэппи старается. На 3-й уровень у Блэйда. Что происходит? Что, 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 что? Где армия? Дестройер пошел. Дестройер вылетает. Фокус по Грунцеру. Магический урон. С бонусом бьем. Арба все еще отнимает минус 5 армора, а не минус 4, как в патче 1.30. Финд битый. Койл успевает прилететь на последних хитах. Свиток есть у орка, но теряем мы Финда. Сыку держим на дистанции. У него нет ни жизни, ни маны. Теряется один Грунцер. Блэйд нарезает, как бешеный по... По Дестройеру. Ой, Кадой, Кадой, Кадой молодой. Чуть-чуть плечом не удалось заблокировать Кадое, но бесконечно идет, короче, контроль. СХ восстанавливает себе ману. Экспанда нет. Играем 1 в 1. Дестрой. Нужно обсидианку новую ждать. И Финдов тоже, конечно же, ждать. Банши. Очень важный юнит. Очень полезный. Фокус крайне опять... Рисково крепится. Неужели Хэппи даст ему закрепить? Дестройеры могут заметить. Да, 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 да. Вейв, Вейв увидели точно. Не даем так просто ему собрать эту красную жирную точку. Снова вышку пытается построить фокус. Грамотно он то в этом направлении создает напряжение, то здесь. То есть, если бы пошли бы туда, то вышка могла достроиться. Уже сражаться было бы сложнее. 3-3-1. Почти второй уровень Таурен. Сейчас на этой точке получит Таурен второй уровень. Не появится Аура. Плюс еще Книга Ловкости. Плюс 2 очень неприятные для Хэппича. Рейнджерка третий герой. И тут сразу СХ еще начинает выманивать. Позиция очень хорошая у Хэппича. Обсидианка в сетке. Сайленс на СХ. Минус обсидианка. СХ минус! Не успел он подлечиться. Минус 3-й СХ. Банши подходит. Минус Дестройер. Не успеем подлечить Дестра. Но в следующем собирается умереть Блэйдмастер. Или нет? Баншу подрезает. Она уже успела накидать промахи и на Блэйдмастера, и на часть юнитов. Надо лечить Дестройера. Надо лечить Дестройера. Лечит Дестройер на последних и так. Андетовские герои живые. Подходит Гули. Очень битый Таурен. Подходит, делает стомп. К сожалению, Дестройера не успели вылечить, потому что банально не хватало маны на тот момент. Кадоя. Кадоя молодого пытается сейчас подрезать. Блокирует Император Кадоя. Лечом своим прекрасно. Гульки при этом подгрызают за зад Кадоя. Кусают. Пытается спасти при помощи свитка. И тут Койл влетает. Хватит ли урона 49 лимита. Ой, 49 хп у Кадоя. Он получает... Перебивает лечение. 30 хп. Еще Рейнджика и Лич, если стрельнут, все. Минус Кадоя. Отлично. Ох, какая жара. Как же контролирует Светкий Император. Хорошо, приятно смотреть. 39 лимита против 30... 40 на 37, короче. Лимита у Хэппи побольше. У него по-прежнему есть бутылек жизни. То есть героев андедовских убить будет крайне сложно. Нужна обсидианка для того, чтобы восстанавливать ману. Она крайне важна таким классным андедовским героям, которые уже там 3-3-2. 3-3-1, пардон. И сейчас можно спокойно, пока орк собирается с мыслями и не крепится, подкрепить что-нибудь поблизости, получить предметы, восстановить попутно ману. Но фокус как раз, опять же, славится своим нестандартным решением. Он не дожидается выхода с ихи, не берет телепорт. Он просто идет и крепит более жирную точку. Хотя, говоря о жирной точке, Хэппи, короче, переходит с желтой на красную. И сейчас заберет ту самую точку, которую так хотел собрать, и так любит собирать фокус. Сайланс отлично, чтобы не было ни вейвов, ни бладластов. Чтобы не получать лишнего. Боевые барабаны орков выпадают андеду. Это линии имба, плюс 10 урона всему, что только есть в армии. Прекрасно. Тут еще руна лечит сразу всех, кто есть. ДК четвертый или четвертый. Рейнджерка вторая. Шикарно. Две баньши. Против андеду, которого нет диспэллам. Нет и не будет. Я не знаю, чем контрить баньши. Чем контрить проклятие. 33% вероятность промаха. Причем она фиксирована как на юнитов, так и на героев. Варьируется только длительность, типа, полторы минуты на юнитов. Ну, как фэрифайр, короче. Ну, на героев тоже прилично действует. Еще раз повторю, что проклятие баньши настолько же эффективно, насколько эффективны криты третьей у Блэйдмастера. То есть, вот если Блэйдмастер пятого уровня с тремя вкачанными критами находится под проклятием, он наносит столько же урона, как если бы у него не было критов в принципе прокачанных. То есть, это одно из самых классных вообще дебаф заклинаний. Боевых именно дебафов. Ну и начинается битва. У орка нет телепорта. Хорошая нова, хороший Сайленс влетает и в Таурена, и в Блэйдмастера. С томп сделать нельзя. Гули под Френзи грызут очень быстро. Сгрызают рейдеров. Одного, второго, Койл, минус третий рейдер. Снова Сайленс нужно кидать рейнджеркой. Да, снова Сайленс. Таурен падает. Это ГГ. Это ГГ. Шикарно играет, конечно, Хэппи. 39 лимит на 43. Андет отсюда не уйдет. А уйти ему очень хочется. Пытается убить Лича, но у него есть Инвул. Койл в Лича. Падают при этом еще Берсерки. Берсерки кое-как там отстреливали Баньши. Но это пофиг. Блэйдмастер два раза мажет. Под мясами его, конечно, лечит. Но урон он не выдает такой, который хотелось бы. Инвул прожимает. Нужно переключаться на Сыху. У Сыхи нет ничего в плане, там, ни маны, ни хитов. Рейнджерку бьют. У рейнджерки Инвул. Ей можно передать бутылек жизни. Подрезаются еще попутно Кадои. Подрезаются еще попутно Кадои. Только Кадои подрезаются попутно. Все это идет в копилку Андеда по экспелл. Уже четвертого уровня. Рейнджерка третья. ДК уже смотрит в будущее с оптимизмом. Потому что он у него четвертый с половиной. Скоро будет третий Койл. Подрезается Баньши. Она успевает сделать, обновить проклятие на Блэйдмастера. Ну ладно, бог с ней. Умерла и умерла. 39 лимитового орка против 42 у Хэппи. Там построилась вышка и строится вторая. Возможно, фокус будет сражаться рядом с потенциальным своим... Ну, на экспанде, короче говоря. Но у него проблема с лимитом. У него проблема с героем. Таурен умер. Ему нужно сейчас, типа, восстановить 50 лимита. То есть он не может взять и построить шкатулку. Ну, купить шкатулку за 600. У него банально на это денег не хватает. При этом у Хэппича он крепится. Надо передать один предмет. Лечу, да. Чтобы его нельзя было так просто убить. Он довольно свободно может прийти и съесть эту несчастную одну вышку. Если заметить, конечно же. Орк, конечно, не сдается. И пытается еще как-то подкрепиться. У него плюс 29 урона. Ну, когда музыка громкая, хорошая там прогрессия на Т3. Хэппи съедает... Отменяет одну вышку, съедает. Вторую отдает на этом только одну гулю. Нова напрашивается. Сайланс хороший. Минус рейдер сразу же. Подъедаются после рейдера еще берсерки. Потому что они съедаются очень быстро. Как раз гуляем под Фрэнзи. Так же, как рейдеры быстро съедаются из-за типа защиты. Пошла просветка. Начинает фокусировать огонь на Блэйдмастере. Койл, Нова. Инвул на последних секундах вырубает фокус. Переключается сразу на сыху. Кадо идет куда-то, кого-то есть. Непонятно кого и непонятно куда. У него очень мало жизни. Он делает лечение на себя. Блэйдмастер остается без лечения. Умирает. Следующим... Нет, не умрет Таурен. Потому что фокус пишет ГГ и выходит. Император отлично отыграл. Первая карта. Великолепный контроль. Отличное исполнение. Глаз радуется. 1-0. Ну, неплохо же. И как бы андет ВСОРГ. То есть, как бы... Сокол говорит, а тут 3-0 хэппи. Все понятно. Выдохни, Михаил. Да я нормально. Я хорошо. У вас как дела-то? ЛАЙФ 2. А новый патч? А новый патч ждем. Тоже хорошо говорит скрип. Отлично. Твистед Мэдос выбирает фокус. Какой там, кстати, приз уже за первое место? У нас 4 призовых места. Победитель получит 13635 рублей. И человек, который займет второе место. Это половина призового фонда. Тот, кто занимает первое место, получает половину призового. Второе место чуть больше 100 баксов. 6800. Фогич получил 4000 рублей. И Люцифер получил 2726 рубликов. Спасибо большое тем, кто подкидывал средства в призовый фонд. Отдельное спасибо, конечно же, Росбрейну и Космацу за 10к, 10к закинутые. Я во многом из-за этого, собственно, решил и лайвстримить. Потому что в субботу обнаружил, что там призовой фонд 18к. И, соответственно, это привлекло очень хороший состав участников. И я решил, почему бы в воскресенье не постримить в Аркад. Всяко лучше, чем PUBG. Правда ведь? Поэтому все взаимосвязано. А корейцам тоже рублями выдадут на карту Мир. Нет, они обычно выводят на PayPal. Выводятся, соответственно, по курсу PayPal-овскому. Вводится эквивалент в рублях. И спокойно отправляется им на счет. Повторюсь, корейцы достаточно давно участвуют в турнирах на Good Game. Фокус один из тех игроков, который вообще в топе рейтинга. нашего внутреннего по Варкрафту. И уже не первый год он участвует на турнирах и исправно получает призовые. В этом, кстати, еще одна особенность нашей турнирной системы. То, что пользователи закидывают средства, а мы гарантируем, что призовой фонд будет справедливо распределен и доставлен до победителей. Что-то вроде гарантии для игроков-то важно. Ну, чтобы не было задержек, заминок там с выплатами и прочее. Такое периодически встречается. О, Бердман увеличил на 500 рублей до 27 717 рублей. Спасибо тебе большое. Раньше игры Хэппи можно было найти на ланах водах от тебя и демках с турниров. Да, сейчас значительно больше материала. То есть заходишь на ГГ, подписываешься на Хэппи, он стримит в Варкрафт довольно часто. Причем стримит и турниры. То есть уже нет вот такой вот темы, как... Все, я собрался перед турниром. Я выключаю стрим, не буду стримить. Помню, как Фрапс не хотели ставить на турнирах, чтобы типа не отвлекаться. Хотя Фрапс дает нагрузку только на дисковую систему, больше ничего. Ну нет, там прям... Не, на самом деле я лукавлю. Фрапс дает нагрузку на... Ну, в игре есть пролаг, когда создается новый файл. На 4 гигабайта. Фрапс, если вы помните, такая программа для захвата изображения не сжатого. И он пишет прямо вот в не сжатом варианте на комп и нагружает, соответственно, процессор. Но нагружает при этом дисковую систему. И когда создается новый файлик, идет такой микроподлак. Был такой момент. Потому что, кажется, в файловой системе FAT32, насколько я помню, есть ограничения на размер создаваемого файла. Время было до НТФСа, соответственно. И нельзя было создавать файлики больше 4 гигов. Возможно. Я могу ошибаться, это было очень давно. Знатоки-эксперты поправили. Если что. Так, ну сейчас они разбежались. Хав говорит, сейчас бы про Фрапс вспоминать в 2018. Во-первых, сейчас бы писать сейчас бы в 2К18. Во-вторых, а что еще делать на ванкафсе, как не вспоминать хорошие былые времена, так скажем. Зайдите, например, вот Хавк отписался. Там что-то молодой этот выпендривается. Зайдите к нему в профиль, посмотрите галерею. У Хавка есть галерея на Гудгейме, которая была залита несколько лет назад. Вот. Посмотрите, вспомните, прослезитесь. Да, все верно, говорит, я стою. Понял. Все, значит, не ошибся. Прав, Михаил. Ес! Приятно чувствовать себя правым. Так. Ну, мы видели, что сейчас разбежались, прокрепили там 2 желтенькие точки. Сейчас Хэппи, в отличие от противника, умудрился еще... А, нет, 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 извините. Все, тот тоже где-то зеленую точку подрезал и получил второй уровень. Минус 3К. Ой. Косматрис говорит, для круглого числа. Ну, слушай, сейчас ты не там поддерживаешь турнир. Ладно, перекинем еще 3 косаря. Сейчас я... Нет, 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 я не хочу от... А что там быстро? Пополнить. Пополнить. 3К. У нас поддержка вообще изи делается. В 2 клика. Просто надо саппортить со стороны турнира. Там есть кнопочка подержать и все, и закидываешь. Войска вступили в бой. Да, призовой фонд перевалил благодаря Косматасу через 30 тысяч рублей. И... Так, давайте попробуем сейчас к игре вернуться, потому что... Тут очень агрессивно. Фокус крипится. Он выманил грамоту с лагеря наемников нейтралов. Подокружил немножко голема. И выбил свиток зверя. Очень ситуативный предмет. Против фондетов, скорее всего, будет продан. Хэппи не отстает. В плане криппинга он зеркально просто крипится. Тоже не без риска, но... Но хорошо. Просвечивает еще, страхуется. Молодец. Ему выпадает бутылек жизни. Чуть хуже, чем бутылек маны. Наверняка андеды больше всего рады именно бутылке на 300 маны. Полностью восстанавливает запас маны в бекин. Потому что если конвертировать это в жизни со второго кайла, то несопоставимые, конечно. Разница. Ты четырьмя кайлами лечишь 1600 единиц здоровья. А тут только 500. Как-то так. Блэдмастер умудрился выбить себе одеяние мага. Улетел отсюда, пятки сверкали. Потому что боялся получить кайл. Хэппи нужно эту точку докрепить. Просто потому, что ему нужен третий уровень. И второй кайл, соответственно. Выходит лич. Строится Слотерхаус. В процессе мы видим, что делается Т3. Блэд забегает. Видит, что здесь все застроено. Но! Можно отменить зигурат. Или похарасить гульку. Ох, хорошо завел гульку. А он отменит зигурат. Так, сейчас они пересеклись в центре. Койл сразу в Грунцера. Грунцера пытается спасти, но выстрел уже есть. Нет, не хватит урона. Захексил хорошо деку. Отменил зигурат. Застройка у Императора шикарная. То есть даже отменный зигурат для него есть место внутри застройки. И Блэдмастер вообще ничего не может сделать. Тут великолепно еще блочит еще одного Гранта скелетом. Как же, как же блочит, а? Как же он блочит? Как же он блочит? Уже больше половины хп у Гранта. Хотя сейчас справа будет подходить. Блэдмастер подтягивается для того, чтобы спасти рядового Гранта. Сзади накидывается сеточкой. Хекс хороший тайминговый против Койла. Великолепно контролит фокус. Сейчас, правда, он может... Не, он тоже великолепно контролит. Блин, какие они молодцы, а? Полный ДК, но сделать ничего не может. Койл надо кидать было. Ну... Реально сейчас, если бы был Койл, то... Выстрел Лича, там 205 у него было жизни. И он спокойно мог его... Мочкануть. 37 лимит. А тут выход в Т3 уже тоже готов. Ждем Таурена. Ждем всякие вкусности типа Арбы, типа Бетона, Кадоя с новыми композициями бодрящими. Здесь у нас Арбат, уже Т3 и выход... Жалко Финда немножко. По-человечески жалко его. Как же Мансит-то тут хэппи еще. Так, Сэха в это время тоже идет крепиться для того, чтобы третий уровень взять. Просветка у нас есть, кстати. Да, и просветка есть. Лудмастеру не очень комфортно. Ну, хотя он третьего уровня, у нее есть второй виндвок. В принципе, он может разменять, попытаться разменять виндвок. Но хэппи скорее всего будет светить просто. Он не даст так просто... А, вот... Как же нарезает. Такие критерики. Да, просветку потратил сейчас хэппич. Какие там битые гранты? Какой битый СХ? Когти плюс 9 еще одни. О боже. Замазывается грамотно. Хэппи пытается понять, где находится противник. Увидел, что лагерь наемников очень давно был закреплен. Передислоцируется. Зулкас уже третьего уровня. Второе лечение. Моя ска вступили в бой. Тут подрезается финд. Закупка есть? Нет закупки. Надо спасать, наверное. Не, отдает финда. Койл аура вампиризма. Не нужная. Продает. Хотя... Делает апгрейд гулям. На адреналин, на этот. 46. Сейчас радует то, что СХ особо не участвует в... Вот это вот плохо здесь. Из этого троллежа книжка выпадает. Ох. Мог добить. Мог нарандомить ее. Просто сейчас фокус. Первые дестройеры появляются. 45 лимита у Хэппи. Сейчас здесь похоже, что это экспант. Да, выходит пион. Хэппи собирается прокрепить красную. Но... Это очевидный шаг. И рядом уже Блэйдмастер. Не только Блэйдмастер. Начинает нарезать. Просветка. Свиток. Дестройер появляется. И начинается замес. Фокус отличный. Сайленс на Асэху. Но есть инвул. Падает финк. Падает гранд. Лечение на... На Блэйдмастер. Минус два... Ой, как хорошо тут... Дестройерами-то наразуплотнял. Лич третий. Минус два гранда. Минус рейдер. Минус... Ну, короче, размен к его пользу, безусловно. Кадой его еще забрать. С Дестройами тут ничего не сделать. Вот в чем проблема. Кадой, конечно, там съел. Но он недолго будет переваривать этого финда. Есть манную сахи. Он лечит. Дестройера Блэйдмастер подрезает. У меня есть бутылка еще. Еще один Кадой. Блин, там саха еще с двумя хилками. Плохо. Недоконтролил Хэппи. Ой, опасный момент, опасный момент. Инвул. Ой, стомп какой. Саху пытаются подрезать, но... А, есть бутылек жизни. Все нормально. Ну как все нормально? Такое. Такое себе надо контролить. Гульки, вот эти вот три гульки были бы очень полезны. Пион пока еще в раздумьях. Ставить ему экспант или нет. Противоречивая информация приходит к нему по... Не знаю, как они передают инфу. По рации, допустим. Вроде как надо было, но вроде как планы поменялись. Пион переживает. Вот. Ну, потому что он... Нет, он все-таки... Команда была дана, и он ставит эксп... Диспл-дестройером обязательно подрезается. Хорошо. Тролль, из которого выпадает кольцо защиты. Увы. Увы, кольцо защиты плюс четыре. ДК, конечно, его вряд ли будет продавать. Потому что это значительно увеличивает его плотность. Процентов на 20 увеличивает его плотность. Но... Какой-нибудь амулетов спелл-щилд. Большой... Амулет жизни. О, а тут гулька отменила экспант. Одна гулька, просто все планы... Все планы. Санджура на косарик еще увеличил призовой фон. Спасибо большое. Классно. Это хорошо. Ну, фокус не расслабляется тоже. Он тоже крепится. У него герои 4-3-1. Не сильно уступающие... У нас 4-3-2. У Хэппи в армии появляются первые баньши. Опять мы хвалим баньши. И Хэппич молодец еще в том плане, что он собирает обе красные точки. Без особых проблем. Повышая, соответственно, вероятность... Амулет маны! Лечу или оставить себе? Просто с амулетом маны у Дхи мана не заканчивается. То есть, чтобы отстрелять 600 маны при кулдауне, там, сколько? Шесть секунд койл. По 75. Нужно сражаться почти минуту. Или, там, 50 секунд приблизительно. Ну, добавить еще регенерацию с обсидианы, которые... Естественно, регенерацию героя. То есть, минуту сражения... Летят койлы. По КД причем. Скорее всего, да, он оставит амулет у себя. Войска вступили в бой. Пробегал там фокус мимо, не заходил на базу к Хэпичу. Ну, Хэпича, если что, есть телепорт, вы можете позволить. Второй сайлент с рейнджерка получает сейчас. Конечно, тоже прогресс очевиден. Четвертый Блэйд. Третий СХ. На плане третий Таурен. У него эвэйжен. Очень плотный Таурен. Косарик хп. Еще миссы. И в новом месте фокус ставит базу. 50 лимита. Сейчас надо агрессировать Хэпичу. Надо сейчас делать разведку постоянно. Быть готовым выходить из лимита. Все так и есть, но уже выходит из лимита. Хекс, чтобы, видимо, не было иннерфаера. Подрезается рейдер? Не, не подрезается рейдер. А почему не подрезается рейдер? Дестройер из маны. Кажется, Хэпи знает об экспанде. Или он просто пойдет через него на базу врага. Да, идет на экспанд. А, Соби Маск еще у дыки. Ё-моё. Его еще хрен убьешь из-за кольца защиты. Да, и фокус, к сожалению, вынужден отменить строящуюся вышку. А также смириться с тем, чтобы было потрачено энное количество ресурсов. На лавку, на вышку. На лавку, на вышку. Помянуть еще рабов. Полная мана у андеда. Лич добивает. Готовимся сражаться. 60 лимита у Хэпи. Против 54 у орков. Всего лишь. И состав армии, на мой взгляд, гораздо более технологичный. То есть, сейчас просто надо очень хорошо расконтролить. Понеслась. Обсидянки подставляются. Сайланс влетает ни в кого. Нет, только в Таурена влетает Сайланс. Четвертый лич. Мажет и критует. И критует и мажет Блэйдмастер. ДК в куче. Гули с подстомпом. Кадои пытаются съесть. Берсеркеров отстреливают. Виверна появляется какая-то. Сыху, кажется, фокусят. Что у Сыхи? У Сыхи Сайланс. Но он уходит спокойно. Подрезаются обсидянки. 46 лимитно. 51. Хэпи расстрелял тут значительно больше, чем фокус. Но герои живые. Стомпает прекрасно третий Таурен. Мана у Таурена заканчивается. А у Андеда полный ДК. Звучит как ругательство. Можно сейчас кидать Койлы просто бесконечно. Андедовские герои неуязвимы, считайте, вообще. Получает Койл новый Сыха. Дестроера оставят. Но Сыха не выживет вообще никак. Даже несмотря на Хекс, он не должен выжить. Выжить. Выживать. Выживет, блин. Сейчас ТП и до свидания. Выжил. Блин. Я что-то про Хекс совсем забыл, что у него там рейндж сумасшедший. 45 лимитно. 50. Мы посражались очень плохо. То есть в Сухом остатке все плохо. Но так быстро восстановить такой запас маны крайне сложно. Поэтому Хэппи, в принципе, может продолжать давить. Стасек поддержал еще на 2 косаря. До 33 тысяч увеличил призовой фонд. Ставки растут. Там Фокусу тоже передают, что призовой растет. Давай. На корейском, естественно. Наверняка там у них там свой чатик, свои стримы и своя атмосфера, как китайцы. Ну, Хэппич, да, растерял там очень много всего. И обсидианки, и дестройеров, и баньши. Постоял под стомпом очень-очень долго. Сейчас начинает крипиться. Его крипджекать могут. Но есть телепорт на самом деле. Выбивает. Получает маску Соби Личу. Теряет гульку. И я бы не был столь... В суждениях однозначен, что у Хэппи все хорошо до сих пор. Потому что лимиты у них сравнялись. Да, у него преимущество как по уровню героев, так и по лимиту. Конечно же, надо думать об экспанде еще. Потому что тут уже подходит время. Осталось всего 3 минуты до окончания экспа. Играют, правда, один в один. То есть экономического... У фокуса, в принципе, нет никакого преимущества. То есть ни по армии, ни по героям, ни по экономике. Но... Императору надо расконтроливать. Лучше, чем он это делал в прошлый раз. Хэппи ищет вражескую армию. У нее там была шейда. Не находит. И идет в атаку. Перехватит сейчас 4-х мирных пионов. Они очень важны, потому что там до 3-го койла осталось не так много. Войска вступили в бой. Шейда палит, как крепится орк. Хэппи ставит экспант. Ну, это правильное действие уже. Надо задуматься о будущем уже сейчас. Потому что пенсионный воз... Ладно, не будем. Подрезает, в общем, спокойно пионов. А тут была шкатулка. И нычка-то уже готова. И... Абсолютно спокойно. Ну, короче, должен фокус сражаться за эту базу. Подходит сзади. Блэйдмайстер пытается выиграть время. Серьезный ДПС, конечно, поэкспанду. Но надо перег... Сайленс! Где? Сайланса нет! Таурен топает опять в самую кучу гулей, баньши. Где койлов, где стройеров. Дистройеров койлов нет. Дистройер падает. Рейнджерка битая. Койл получает. Как же контролит хорошо фокуса. Идет в берсеркеров. Там... Как раздает Блэйдмайстер? Только сказал, как раздает Блэйдмайстер. Он два раза промахнулся, три раза промахнулся. Какие стомпы выдает все-таки фокус. Все скелеты, все гулиют. Стоят, думают. Виверна прекрасно отстреливает, кстати. Баньши Койл в молоко не успел подлечить. Как же хорошо фокус контролит. 44 лимита на 47-42. Еще один стомп великолепный. Сейчас если Хекс летит в рейнджерка... Ой, ультует! Ультует, какой ультует! Инвул юзает. У Сахи еще есть мана. Блэйдмайстер нарезает. Бесконечно, просто бесконечно. Много дамага вносит. Но андетовские герои все еще живы. Лич все еще жив. ДК почти пятый. Сейчас рейдера убьем. Будет пятый левел. Третий Койл. По лечу влетает крит на 233. Сыха сзади подходит. Пытаются убить ДК. А у него плюс 7 армора. Давай, нападай! Там дамаг физически решится. Процентов на 30, наверное. На 41 процент! 41! Откуда такая интонация? В попытках, в погоне за ДК увлекается немножко Орк. Получает охлаждающую нову Койл. Летит в Блэйда. У него остается буквально 75 хп. И остатки армии андеда. Нет, 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 нет. Камбэк. Камбэк идет. ДК снова пытаются убить. ДК кайтит. Койл в Блэйда. Блэйд умирает. ДК пропивает Инвул. Иииииии! Съедает, съедает Финдас. ИХ следующий! И все это минус ИХ. И остается только Таурен с последним стомпом. Он, конечно, останавливает. Но это не в какие ворота. Потому что Таурен сюда тоже вряд ли уйдет. У Дки огромное количество мана. Еще на 3 Койла. О-о-о-о-о. Не, он уйдет. Он псих. У него вторая аура и ботинки. Хрен, хреназад ты его догонишь. Но армия-то... Снова нова. Ново Койл. Таурен еле живой. Выходит ДК. Дэспакт, для того, чтобы Джилл минус Таурен Снова, инвул прожимает Блэйдмастер пытается уйти Как-то, но ману на койл есть Ждем, когда отпустит Деку Деку отпускает, и трехочковый Минус Блэйдмастер, пишем ГГ, выходим Нет, пытается, пытается, еще фокус Да, ГГ Ой, хорошо, 2-0, 2-0 2-0 от контроля, наверное, до свидания Короче Блин, как же приятно Смотреть игры, когда все Четко, просто, четко Никакого Ну, хотя нет, прошлая битва была не четко Но последняя прям Не успеваешь уже за всем следить Все спасается, что-то там отходит Правда, проходит стомп, но там сайленс Там инвул прожимается, хексы Кайф Несите валидол Очень классные игры, эмоции Безумные просто Трипио, спасибо тебе Варкрафт, конечно Хорошая игра Комментарии сразу Живые И хэппич Топового корейца На, на, на Скоро приду Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, третья карта у нас острова Эхо Ведем 2-0 И оптимизм, конечно Внушает игра Хэппи Красиво Но фокус Ведь он не сдается Он прям Прям Видит героя, если можно Хекси там Спасает Убивает юнитов Ты в шортах? Да? Это такие А зачем? Какая разница? В чем я? Я Если бы там Не хватало камеры Можно было И без сидеть Какая к черту разница? Выдохнули Минус 100 Пропустил соточку Соточку Кто там? Так Фрес говорит Помню те лохматые времена Когда Мишкир Компашка Хэпич Хэпич? РД Пипс? Нет Хэпич РД Пипс Такого последовательности Не было Наверное Оранжман РД Пипс В нашем захудалом Компьютерном клубе Фраг В Питере на турике Хорошие времена были Порвали всех Совсем Да Ну и в Петербурге Да Я говорил о том Что К определенный момент Турниры для нас Это был Основной источник Заработка Для студентов Особенно жирные Турниры были 2 на 2 Там было Участников много Собирается Человек 100 Все скидываются По 100 По 200 рублей Ну и конечно же Приятно играть Было приятно Выигрывать Так В плане стратегии Вряд ли у нас тут Ну а что менять Все играют Отточенные Проверенные Стандарты Скоро Интернешнл 2018 Покомментирую Да нет Нет Зачем Я Непрофессиональный Комментатор Тем более Интернешнл Это дотка В доту я уже давно Не играю Не слежу Не знаю Что там происходит О Сокол Косарик перевел Я же говорил Что хэпич на ТМ Пробреет фокуса Ну После той битвы Под лагерем наемников Было не очевидно Что он Пробреет фокуса Вот до нее Было очевидно Потому что Заходил он в эту битву С колоссальным преимуществом И по лимиту И по составу армии Но Провел он ее так Что Они сравнялись Кольцо выпадает К несчастью Бойка вступили в бой Самый плохой артефакт Из всех возможных Которые тут могут Выпасть из этой точки Один к четырем Но Мы по этому поводу Сокрушаться сильно не будем Неизвестно Еще на 500 рублей Пополнил призовой фонд До 34 971 рубля Спасибо за поддержку турнира Безусловно За любую поддержку турнира Но микро Да я не хочу Сейчас опять Надолго вспоминать Там о подготовках О турнирах И прочее Как-нибудь в другой раз Тем более Что вспоминали уже не раз А тут Скоро уже будет контакт И надо комментировать Кажется собирается Выбивать Ну крепить магазин Принимает удар Весь на себя Блэйдмастер Ну хорошо сопротивляется Троллиным атакам Определенный опыт Нужен в этом естественно Использует Вот такие вот Особенности рельефа Для того чтобы Огр солдат Тоже не носил урон И подставляет Теперь гранта Для того чтобы Блэйдмастер Смог нормально Прокрепиться Четенько Красиво Уйдет он отсюда Абсолютно здоровым С артефактом Накинет плечения На гранта И будет таков Жизл молнии Жизл молнии Может пригодится Кстати Особенно Если его Попридержать До Таурея До стомпа Такой артефакт На перспективу Поступили в бой Хэпич Крепится А можно здесь ЛС использовать На гранта Завести И Да О ДПС сумасшедший А Добил ЛС Не доконтролил фокус Но третий уровень Так или иначе Получил Двух добил Лайтнинг щилдом А какая разница Все равно Жопа-то идет Жопа-то идет Все равно Ж Опыт идет Потому что Этот Лайтнинг щилд Накинут Был Блэйдмастером Соответственно Да Я эту ерунду сказал Сори Это если ЛС от магов Какой-нибудь Там добивать нельзя Хэппи Продолжает Крепиться Подрезает Подрезает Огра На территории Орка Почти третий уровень Гранты стоят Ждут вождя Но Хэппи Понимает Что наверное Лучше не стоит Находиться рядом Потому что Тролли Кидают сетку Приходит Блэйдмастер И до свидания Там третий Блэйд уже Третий Блэйд Нарезает Ну микро Это задачка На сообразительность Смотри Слева находится Чат Спрашиваешь Есть ли задержка Дальше сам справишься Отступает Хэппи Ему не стоит Размениваться По хп Пока у него Нет Нет второго Койла Войска Вступили в бой Ярик Еще 300 рублей Закинул Забанен Он не сломлен Держись Там Держись Держись Так Слотерхаус Делается Блэйдмастер Присматривает Прикрываем Слотерхаус Но явно Блэйдмастер Все равно Нацелен на него Может быть Снизу Подойти Не, нет Не будет Видимо Размениваться Тауриен Вторым героем Вместо Сехи А может быть Он на Т2 останется Не, не, не Он идет в Т3 Любопытно А чем обусловлен Обусловлен выбор ТЦ вторым героем А не Шадоу Хантера Просто в двух катках Стратегия была Один в один Кроме выбора Второго героя Мне кажется Что все-таки После Т3 Он сразу Пойдет базу Ставить Ему нужен ТЦ Для того Чтобы ситуативно Получить преимущество За счет второго Стомпа То есть Другим Другой разницы Ну О, хорошо Просветили Койл в Блэйда Пытаются От От Откреститься От Блэйдмастера Тут Финдэр Ааа Пропустил момент Когда выпал Войска Когда был Подождите Большой бутылек У Блэйда Большой бутылек Маны У Блэйдмастера Он выбил Его вот отсюда Из маркетплейса Очень важный момент Особенно этому Фактура Таурен Стомпа Будет очень много Т3 Доделался Да Я ставлю на то Что третьего героя Некоторое время Не будет А мы поставим Просто нычку Из шкатулки И попробуем За счет Томов экспириенс Судя по Знаку Который Выпал Ну Появился Над лечом Выпал Хэппи 3-2 Героя Да Блэйд Явно идет Домой Не заказывает Труху героя На унес Плайблок Мне кажется Это нычка Нет Это пока что Арба И бетон Хэппи Непрестанно Непрерывно Крепится Крепится Не переставая У него есть Телепорт И придется Видимо Им воспользоваться Потому что Temple of Dam Под ударом Турин уже на базе Temple of Dam Придется отменить Да Отменяет Капич Потому что нужно Черепаху это добить Чтобы после этого Телепортироваться Гули попадают Под удар Но здесь Под спидами Фокус уходит Несмотря на заморозку Да Надо приобрести Арбу Надо приобрести ТП Да И ставится Базовый фокус Бетон Базовый Нет Все таки Третий герой Смотрит Сыха Тогда вопрос К знатокам Оркам К соколу В частности Любопытно узнать Почему он решил Здесь выбрать Тауриен А не Сыху Перегруппировается Фокус Понимает Что сейчас к нему Должна прилететь Атака Хэппи Хэппи не должен Позволять Достраивать С этой вышки Но судя по всему Она достроится Рейнджер К третьим героям Тайминговый Очень пуш 47 Лимита У него Против 45 Вышка достроилась Она немножко битая Но там есть пион Который может Помочь Инвул нужно брать Как минимум Так Блэйдмайстера фокусят Он убегает Еле-еле Но у него был Инвул на всякий случай Еще долетают Выстрелы Такие После этого Замазка А замазки нет А он не может Сейчас сражаться Ну значит За эту вышку Он не постражается Он не может Как он собирается Сражаться Без хила Он хочет Но не может Сыха разве что С первым лечением Сейчас зайдет Пытается отзонить Сейчас Таурен Вражескую армию Койл Новое лечение На Блэйдмайстера Критует На 97 Инвул На последних секундах На 15 хп Врубается Для Блэйдмайстера Сейчас еще одно лечение Должно быть Фокусить Таурена У него была Бланка маны Но он ее Не успел использовать Падает Правда Два финда Весьма Ну Одновременно Они падают Вышка все еще Работает Койл Последний Или предпоследний Кидает Сейчас Хепич Дестройер Вылетает Надо от вышки Отойти Снова Подбегает Блэйдмайстер Он там Замазан Третий лич Вторая нова Надо делать нову Наверное В Кадое Но видимо КД Или уже была Кинута новая Просто этот момент Пропустил Берсеркера Не доконтроливает Маленький хэдхантер Не доконтроливает его Немножечко фокус Под ударом ДК Надо сейчас расстрелять Вышку Она постоянно Наносит Бесячий урон Переварил Кодой молодой Есть один Койл Очень битый ДК Минус вышка ДК Мансит Как может Сайленс Крит Но падает Блэдмастер Шикарно Конечно Отконтролил Хэппи И в этот раз Это гуд гейм 3-0 3-0 Хэппи Выигрывает фокуса Четко Уверенно Красиво Третья карта Уже Как бы Все Ой Ну шикарные Шикарные Конечно Получились игры На этом турнире Еще раз Ключевую информацию Повторю Это был Warcraft 3 Alive Cup Специальный турнир Который организовали X3 Demon Greenfield Hundrick И В судьях присутствует Еще Лэри Райса Которого я не знаю К своему стыду Вот Спасибо большое Всем тем Кто поддерживал Этот турнир С вашей помощью Мы собрали Призовой фонд В размере 35241 рубля Хэппи Получает Занимает первое место И получает 17621 рубль Фокус Довольствуется 8800 рублей Приблизительно Фогич на третьем месте Респект Что удалось ему Вырвать победу Все-таки в матче За третье место С Люцифером Получает 5300 рублей И Люцифер Получает 3500 Рубликов Вот Я благодарю Всех Кто смотрел Те кто принимал Участие в этом турнире Так или иначе Спасибо Всего хорошего Увидимся с вами Как-нибудь Потом На сегодня Трансляция завершена После этого стрима Я не буду ничего Не буду стримить PUBG Чтобы не осквернять Этот вечер Варкрафтом До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»